Добрый вечер, привет! 22 начнется, конечно. Не дождетесь, мы начинаем. Всем добрый вечер, здравствуйте, спасибо, что присоединились. Привет всем. Текст. Танцевать мы не будем. Мы будем заниматься важными вещами, хотя можно было бы потанцевать на самом деле. Окей. Добро пожаловать всем, кто впервые присутствует на моем вебинаре. Здравствуйте еще раз. У нас очень смешанная аудитория, поэтому я буду сегодня выстраивать очень большую лекцию, которая будет полезна как для абсолютных новичков, так и для тех, кто уже так или иначе либо был у меня на занятиях, был на сезонах, либо планирует прийти на сезон. В общем, сегодня трехчасовое занятие, на котором я буду от самых азов до алгоритмов терапии неврозов рассказывать абсолютно бесплатно. Целью сегодняшнего занятия, прежде всего, помочь новичкам, те, кто обо мне относительно недавно узнал, справиться с паническими атаками, справиться с тревогой и, во всяком случае, понять, что необходимо делать, почему вы столкнулись с определенной проблемой и объясню все, что вам надо знать. Поверьте моему десятилетнему опыту, информация – это, наверное, фундаментально первое, что необходимо для работы над невротическими расстройствами. После информирования, после информации мы уже приступаем к самому процессу терапии неврозов. Если вас плохо слышно или не видно, вы можете перезагрузиться. Это связано с вашим девайсом, это связано исключительно с вашим интернетом, это связано исключительно с вашим процессом и так далее. Я приветствую всех, кто присутствует не онлайн, потому что это занятие будет разослано в копии. У нас очень большое количество регистраций и подавляющее большинство, как обычно, будут смотреть в копии, поэтому я тоже вас приветствую. Значит, для тех, кто у нас смотрит в копии, и для тех, кто сегодня будет, сегодняшнее занятие смотреть в копии, я вас очень прошу, смотрите, пожалуйста, это видео полностью. То есть не нужно посмотреть его 45 минут и через 2 дня смотреть еще 45 минут. Не нужно смотреть его час, потом смотреть через 2 дня еще час. Постарайтесь выдержать все 3 часа, если вы смотрите это в записи или сегодня онлайн. Хорошо? Супер, прекрасно. Значит, копия будет всем разослана завтра. Так что, welcome. Еще раз по технической части. Если кому-то не слышно, перезайдите, покорректируйте ваши звуки, видео, микрофоны. Это, в принципе, не так уж и сложно. Это связано исключительно с вашим процессом, потому что напишите, пожалуйста, плюсик в чате, кому слышно и видно меня хорошо. Давайте кое-что проверим. Вот кому видно и слышно хорошо. То есть, видите, подавляющее большинство видит и слышит меня хорошо. Поэтому, спасибо. Поэтому те ребята, у кого есть какие-то сложности со звуком, это связано с вашим интернетом прежде всего, с вашей скоростью интернета и так далее. Как я уже сказал, лекции сегодня будут очень большие, от самого простого к самому сложному. Мне интересно сейчас посмотреть, сколько у нас тех людей, которые вообще меня не знают, которые только присоединились, которые не были ни на одном сезоне. Поставьте восклицательный знак, пожалуйста, те ребята, кто не был ни на одном сезоне, и те, кто вот относительно недавно меня узнал. Да, немало. Я бы сказал, до хрена. Понятно. Ну, тогда вам это занятие будет максимально полезным. Спасибо большое. Супер, спасибо. Тогда вам это занятие будет максимально полезным. Значит, я вам рекомендую сейчас сходить за блокнотом и за ручкой. Также я вам рекомендую воспользоваться аудиодиктофонами, которые есть на ваших девайсах в подавляющем большинстве случаев. Значит, я буду просить вас что-то записывать в виде конспекта, буду просить вас что-то, может быть, даже записать на аудио в виде диктофона, поэтому вот, чтобы у вас диктофоны и блокноты были под руками. Окей? Супер. Андрей Губин у нас есть. Прикольно. Спасибо. Итак, структура сегодняшнего урока, она выглядит следующим образом. Сначала мы будем говорить о неврозах, о симптоматике. Мы будем говорить о том, что такое вегетососудистая дистомия. Потом мы перейдем к образованию панических атак. Затем мы будем говорить о том, что надо делать, чтобы избавиться от панических атак. В том числе об агорофобии. Потом мы будем говорить о навязчивых состояниях, прежде чем кому-то вред сойти с ума. Мы будем говорить о том, что надо делать, чтобы с этим справиться. То есть первая половина занятий будет посвящена природе неврозов, ВСД, паническим атакам. Кому это надо? Плюсики ставим. Кому нужно справиться с вегетососудистой дистомией и паническими атаками? Вот. Поэтому вы прям сразу с места в карьер, что называется, будете сейчас очень внимательно слушать. Отлично. Значит, сначала мы будем говорить о неврозах и о работе с симптомами. Потом мы будем говорить о том, почему вообще такая хрень происходит, почему у кого-то происходит, а у кого-то не происходит. Ну и затем мы будем говорить о важных элементах уже во самой терапии неврозов в третьей части. Также я буду вставлять определенные вставки, которые связаны с грядущим женским интенсивом. У нас в конце сентября намечается большой женский интенсив. Прошлый интенсив собрал 610 или 615 девушек. Мы будем проводить в конце сентября большой только женский интенсив, на котором будут разобраны также детально новые темы, в котором будут разобраны темы самооценки, темы именно природы невротических переживаний, именно девушек. Очень много будет посвящено мужчинам в том смысле, что очень часто панические атаки, очень часто невротические расстройства женские связаны непосредственно с отношениями. Когда девушка чувствует себя зависимой в отношении, когда девушка почти чувствует себя в таком безвыходном, что ли, зависимом состоянии. В общем, об этом все мы будем говорить, о том, как из этого выйти, как не попасть, как получить мотивацию и так далее, и тому подобное. Соответственно, также будет очень много тем в женском интенсиве дополнительно. Скоро вы увидите сайт, вы увидите анонс и сможете выделить для себя те темы, которые вам необходимы. Ну и 10-го числа уже через 4 дня мы начинаем 11-й интенсив. 11-й сезон, он направлен на всех абсолютно, неважно, будете в женском интенсиве, я расскажу коротко о том, для чего нужен 11-й сезон. Значит, я прошу сейчас меня послушать внимательно. 11-й сезон – это программа, которая направлена на обучение вас рациональному мышлению и развитию стрессоустойчивости и управления эмоциями. Всем это понятно? То есть, неважно, какая причина у вас невротических расстройств. Неважно, вы клиентка отделения неврозов или вы просто девушка или мужчина, который хочет научиться управлять своими эмоциями. Все равно, 11-й сезон, он как бы общий, он для всех. Будучи вы ОКРщик или паникюр, или вы просто менеджер, или вы просто домохозяйка, или вы просто девушка, которая хочет научиться управлять своими эмоциями, или вы парень, который хочет справиться с ревностью, или который хочет справиться еще там с кем-то с какими-то эмоциями. Соответственно, я приглашаю вас всех на 11-й сезон, он начинается уже буквально через несколько дней. Проходить он будет также в таких вебонар-комнатах, вас не будет видно, у вас будет чат, группа будет гораздо меньше. Обычно у нас на сезоне онлайн около 200 человек. Также копии будут высылаться, копии будут доступны в вашем личном кабинете, на весь период интенсива, он идет 5 недель, плюс еще 2 недели дополнительно. Собственно говоря, наверное, все. Поэтому на сезон я приглашаю всех, кто хочет справиться и научиться управлять своими эмоциями, неважно, ощутили вы панические расстройства, тревожные расстройства, депрессивные или нет. На 11-м сезоне также будет очень много, мы будем говорить о управлении именно состоянием. Сегодня я об этом тоже вам скажу, и состояние будет таким лейтмотивом всего нашего сегодняшнего урока и всего 11-го сезона. Окей, хорошо. Ребят, но подавляющее большинство людей слышат и видят, поэтому тут вопрос к вашим девайсам. Тут вопрос к вашему именно компьютеру, к вашим, соответственно, устройствам. Вот. Последняя просьба перед тем, как мы начнем. Я очень вас попрошу не флудить в чате, я очень вас прошу не задавать вопросы в чате, потому что они меня будут отвлекать, окей? Я очень прошу вас сдержанности, потому что когда несколько сотен человек пишут, что-то комментируют, кто-то начинает, может быть, даже друг с другом вступать в дискуссию, это очень меня отвлекает. Я надеюсь, что хоть вы не потратили ни рубля на том, чтобы сегодня участвовать или смотреть это в копии, я все равно вас прошу отнестись к этому очень серьезно, уважительно и так далее. Хорошо? Поэтому, пожалуйста, я вас прошу не отвлекать меня какими-то дополнительными вопросами. И когда я уже спрошу вас, будут ли у вас какие-то вопросы, тогда, собственно говоря, мы с вами это и обсудим. Окей? 5500. Сейчас 11 сезон стоит 5500. За полностью всю историю, да. Есть те, кто уже записался на 11 сезон, поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, кто уже участвует у нас в 11 сезоне. Ну, супер. Сегодня у вас будет разминка перед понедельником. Круто. А кто думает, поставьте плюсик, пожалуйста, кто думает, идти ему или не идти, кто вот сомневается. 50 на 50. Половина сказали да, половина сказали думают. Понятно. Ну, думайте. Сразу вам хочу сказать, что следующий сезон, 12-й будет в конце этого года, и стоить он будет в 2 раза дороже. У нас меняются цены на онлайн занятия. Поэтому 11 сезон у вас будет относительно недорогим. Копии 11 сезона будут доступны в течение 5 недель, плюс 2 недели еще дополнительно. Зачем? Что зачем? Затем, чтобы вы относились к этому более серьезно. Занятия проходят так же, в этой самой комнате, уже говорил. 11 сезон отличается от 2-го, безусловно. Прежде всего, цифры. Шучу. Конечно же, отличается. Ну, давайте спросим ребят. Ребят, кто был на 2-х сезонах подряд? Отличается ли каждый сезон друг от друга? И эффективный ли сезон от сезона к сезону? Ну, вот вам и ответ аудитории. Окей, поехали. Гуд. Супер. Поехали. Значит, многие из вас столкнулись с диагнозом вегетососудистой адистонии панические атаки. Сегодня мы подробно поговорим о панических атаках, как с ними справиться. Но сначала давайте поговорим о том, что такое вегетососудистая адистония. У кого стоит диагноз вегетососудистой адистонии или кто борется с ней? Кто борется с вегетососудистой адистонией? Есть такие? Есть. И дофига. Понятно. И как борьба? Как борьба? Никак. Тщательно. Не очень. Борьба идет. Молодцы. Я вас хочу разочаровать. Вы потратили зря время. Вот те, кто борются с вегетососудистой адистонии, вы потратили зря время. Кто-то потратил зря годы, кто-то потратил месяцы, кто-то потратил кучу денег. Соответственно, я вас тут немножко разочарую, но я обрадуюсь. Сегодня за 3 часа вы узнаете все, что нужно знать, чтобы с этим справиться. Что же такое вегетососудистая адистония в отделениях неврологии, в отделении терапии, в отделении общей практики, скажем так, лечебного дела? Вегетососудистая адистония – это одна из аббревиатур, которая была создана в Советском Союзе в 80-х годах. Помимо ВСД или вегетососудистой адистонии было примерно 12 аббревиатур. Одна из них – нейроциркуляторная адистония, ну и так далее. То есть, эти аббревиатуры были созданы для того, чтобы не кодировать какое-то расстройство, а чтобы кодировать общую классификацию жалоб. То есть, эта кодировка или название синдрома ставилась не в диагнозе, а ставилась в жалобах. То есть, изначально вегетососудистая дисфункция – это аббревиатура, которая писалась в симптомах. То есть, человек, описывающий свое состояние, относящийся… Так, давайте все, чат заканчиваем, ребят. Пожалуйста, держи. Все, в чате не пишем ничего. А эта аббревиатура ставилась для того, чтобы уточнить ваши жалобы. И в карточке писали «жалуются на вегетососудистую дисфункцию». Как ставился этот синдром в Советском Союзе? Когда человек приходил и жаловался на сердечную проблему, как ему кажется, на перебои в сердце, на боли в области сердца, на нехватку воздуха, на головокружение, на чувство слабости, на состояние, что у него что-то не так с организмом, на состояние очень напряженном, тревожном и так далее. Врачи, естественно, первое, что делают в таком случае, это назначают общеклинические обследования, анализы крови, ультразвуки и так далее, и тому подобное. При отсутствии выявленных органических патологиях, которые могли бы объяснять подобные вегетативные явления, признано было ставить такой синдром, как синдром вегетативной дисфункции. Соответственно, это никогда не считалось классификацией болезни, никогда не было какой-то болезнью, которая имела свою этиологию, терапию и так далее. Это был синдром в жалобах. Человек жалуется на вегетососудистую активность. Вегетососудистая система организма это, можно так сказать, педали газа и тормоза. Представьте себе или вспомните ситуацию, когда вы сдаете экзамены, вы водите машину первый раз, или вы попали в какую-то радостную ситуацию. То есть, вегетососудистая система организма это педали газа и тормоза, педали, которые вас разгоняют или затормаживают. Ну, проще говоря, это плюс и минус. Газ и тормоз. При наличии подъема эмоционального градуса вы можете перестать в чате писать? Нет? При наличии подъема эмоционального градуса вегетососудистая система естественно мобилизируется. Если вы в эмоционально приподнятом состоянии, ваше давление, ваше сердце, ваши потовые железы, ваша эндокринная система, ваш желудочно-кишечный тракт также начинает активно работать. Для организма неважно, какая эмоция будоражит вас, вегетотика будет работать одинаково. То есть, что вы испытываете тревогу и страх, что вы испытываете радость, что вы испытываете какой-то эмоциональный подъем, вы занимаетесь сексом, оргазм или паника, одинаково организм будет работать по принципу вегетативной регуляции. То есть, если вы боитесь и вы в панике, и вы потеете, и мокнете, и там у вас все сжимается, что вы выходите там замуж или сженитесь, да, у вас все то же самое. То есть, эмоционально эмоции никак не разделяются на работу вегетатики. Это всем понятно. То есть, что радость, что печаль, что веселье, что тревога вегетативно проявляются одинаково. Но что-то никто не боится умереть от веселья, никто не боится умереть от радости, хотя вегетатика работает точно так же. Объясняю сразу, почему. Когда вы в эмоционально приподнятом состоянии, вы влюбились, кстати, в эти бабочки в животе, это тоже вегетативная регуляция, только никто бабочки в животе что-то ВСД не назвал. Вследствие, вы приходите к подруге и вы говорите, ой, Зина, у меня такое ВСД в животе, такое ВСД, я влюбилась, ВСД в животе, ВСД. Вы же так не говорите, ведь у меня бабочки выживаются, бабочки вас не пугают, а вот ВСД вас пугает. Соответственно, эти бабочки это и есть вегетатика, ваше сокращение во время секса, во время оргазма это и есть работа вегетатики, только это вас не пугает. Почему? Потому что, когда у вас бабочки, когда у вас сокращение при оргазме, если кто-то умеет, ну, это же на женском обонаре, про оргазм отдельно, вы не концентрируетесь на этом, вы не акцентируете на этом внимание, то есть вы не уходите внутрь, вы просто понимаете, я радуюсь, я тут кончила, я вот возбуждена, я вообще-то мокну, простите меня за подробность, но это тоже регуляция вегетатики. Вы же не видите, ой, у меня такое ВСД в трусах, вообще пипец просто. Вы говорите, я как бы возбудилась, Вася. А вот когда у вас вегетатика работает так же, но вы сконцентрированы на тревоге, вы сконцентрированы на каком-то тревожном элементе или фокусировке, то у вас интерпретация вегетатики совершенно другая. Понимаете? То есть ваши подмыхи, и все будет мокнуть как от радости, так и от страха. Только концентрация внимания и состояние, в которое вы себя вводите, будут разные. Вот это первое, что вам надо понимать. То есть записываем следующее. Вегетативная нервная система организма работает согласно эмоциональному состоянию. Болезни здесь нету. Бабочки в животе лечить не надо. Мокрые трусы лечить не надо. Ровно так же вашу вегетатику при наличии тревожных расстройств лечить не нужно. Потому что это невозможно. Поэтому те, кто борются с вегетососудистой дистонией или с регуляцией вегетатики, наши клиенты называют это кроид, они обречены на катастрофу, годичную катастрофу, безрезультатную катастрофу, потому что вылечить вегетативную регуляцию невозможно. Так работает наша высшая нервная деятельность. Разница уже сказал. Просто при позитивных стимулах акцентуации вегетатики вы не концентрируетесь на этом с тревожным элементом. А при наличии негативных эмоций вы концентрируетесь на вегетатике с созданием вторичной тревоги, о которой мы сегодня тоже поговорим. Вот это всем понятно? Хорошо. Идем дальше. Многие скептики или опытные ВСДшники, борцы с ВСД скажут, что ну как же так, когда я сдаю экзамен даже при негативном все, спасибо, даже при негативном стимуле, например, экзамен или собеседовании, я же не загоняюсь, у меня вот нет такого ужаса, хотя я понимаю, что я иду на экзамен, я тревожусь. Ведь перед экзаменом у вас тоже бессонница, правда? Перед свиданием у вас тоже напряжение, правда? Перед каким-то собеседованием вы тоже можете не спать ночью, и вообще у вас может нарушиться даже стул, у вас может возникнуть синдром раздраженного кишечника, потому что кишечник тоже норвируется вегетативной нервной системе, если у вас поднимаются внутренние эмоции, у вас также кишечник может реагировать, но это особенность организма, то есть у кого-то кишечник более тонко реагирует на эмоции, у кого-то менее тонко, то есть диарея в области СРК может быть как от позитивных эмоций, опять же, так и от негативных, понятно? Соответственно, сейчас мы будем разбираться, слушайте меня очень внимательно. Так вот, концентрация и состояние, которое вам все обводится и будет ответом на вопрос, почему вы не накрываетесь тревогой и паникой при экзамене, потому что вы пишем или запоминаем, отдаете себе отчет в том, что ваша вегетатика или ваше состояние, в котором вы находитесь перед экзаменом, обусловлено экзаменом, так? Или ваша вегетатика обусловлено каким-то эмоциональным процессом, свидание, экзамен, вождение автомобиля. Проще говоря, вы понимаете причинно-следственную связь. А вот когда у вас начинает актуализироваться вегетативная нервная система, как вам кажется, не по делу, вот тут у вас не сходится X с Y. То есть, если вы испытываете тревогу, диарею, бессонницу, экстрасистолию, тахикардию, ком в горле, напряжение, но вы понимаете, что это связано с экзаменом, вы не создаете по этому поводу тревогу. А если вы сидите дома, идете по улице, никого не трогаете, вроде особо не нервничаете, едете на работу, но у вас вдруг по дороге на работу или на работе или дома возникает вегетативная регуляция, то вот здесь у вас причинно-следственная связь провестись не может. Поняли? Вот это понятно всем? То есть, первое, что вы не можете сделать и создается проблема, это то, что вы не можете четко отдать себе отчет в том, что происходит. Поэтому давайте пишем следующий тезис. Следующий тезис. Наличие вегетативной регуляции или вегетативной активности всегда указывает на какой-то эмоциональный процесс в организме. он может быть как осознанный, так и не полностью осознанный. Вот слово не полностью осознанный, пожалуйста, подчеркните. Окей? Всем понятно? То есть, осознанной вегетативной реакцией является, например, экзамен или какое-то конкретное событие, где вы говорите я мокну, мне тревожно, у меня диарея, потому что я иду на экзамен. Вы осознаете причинно-следственную связь. если вы едете на работу просто утром или идете по парку или куда-то едете и у вас вдруг, вдруг возникает странная вегетативная регуляция, как вам кажется, хотя она обусловлена абсолютно здоровьем, вы не можете провести причинно-следственную связь. Это вас и пугает. Поэтому записываем. Вначале всех пугает отсутствие причинно-следственной связи вегетативного напряжения. Всем это понятно. Плюсик ставим кому понятно, что пугает вас непонимание причинно-следственной связи. Супер! Молодцы! Идем дальше. Поэтому первое, что вы должны сделать, сейчас к новичкам особенно обращаюсь, это научиться четко формулировать, что наличие вегетативной активности не является болезнью. Раз. Не является симптомом. Два. Потому что очень часто вы называете вегетативную регуляцию симптомом. Согласны? У меня симптоматика, говорите вы. Я вас очень прошу, перестаньте формулировать здоровую вегетативную активность как симптоматику. Перестаньте говорить, что у вас симптоматика. Это не симптоматика. Это здоровая вегетативная регуляция согласно вашему эмоциональному состоянию, которое может быть осознанно, а может быть неосознанно. Далее, вы должны себе четко объяснить, хватит писать в чате, иначе вы будете удалены. Сейчас кто будет писать в чате, будет удален с чата. Вы отвлекаете. Неужели вы настолько упороты, что вы не можете послушать? Я прошу, что вы пришли на бесплатный урок, и вы за него не заплатили. Дайте мне объяснить тем, кто в этом нуждается. Проявите интеллект и хотя бы капельку уважения. Люди годами действительно мучаются с этой проблемой. Вы меня отвлекаете, понимаете? Хватит. Что вы за люди такие? Поэтому первое, что вы должны сделать, это дать себе четкий отчет. Что наличие вегетативной активности не убьет, это не симптом, это не болезнь, это не предвестник инфаркта, это не предвестник сумасшествия. У сумасшествия вообще предвестников не бывает. Это отдельная тема, сегодня тоже обсудим. Это не прелюдия к инфаркту, не прелюдия к инсульту, это не прединфарктное состояние, это не прешизофрическое состояние, это не препотереконтрольное состояние. Это обычная вегетативно-эмоциональная регуляция, указывающая вам на наличие внутреннего напряжения. Опять же, либо осознанное, либо не полностью осознанное. Осознанное напряжение мы разобрали, экзамен, например, или свидание, или собеседование. Сейчас перейдем к неосознанному. Значит, как работает вегетатика и почему от ВСД не бывает лекарственного, надеюсь, коротко вы поняли. Хотя можно было только об этом писать огромную книгу. Регуляция и так далее. Пишем дальше. Как дается команда на вегетатику, на ее активность? Пишем. Командой на усиленную работу вегетативно-нервной системы дается эмоциональными образами. Именно образы и эмоции создают определенные психические процессы в вашем организме. Ну, например, если вы идете на собеседование, образом, внутренним, эмоциональным образом, будет являться желание произвести впечатление, будет являться внутреннее понимание важности собеседования, будет являться желание не упасть в грязь лицом, понравиться, страх, что вас не возьмут или осудят, или у вас не получится. Или последствия, которые могут быть, когда вы куда-то идете или едете. То есть, образы, которые складываются у вас перед собеседованием или перед экзаменом, например, что вас отчислят, что у вас не получится сдать, вы будете выглядеть плохо перед группой, что родители вас не поймут. Вот эти образы будут командовать вегетатики на определенное тревожное состояние, на определенную угрозу, так сказать, и ваша вегетатика будет работать. И это не симптомы, и это не невроз, это здоровая эмоциональная реакция. Что же является неврозом в данном случае? Вот неврозом в данном случае является то, что человек абсолютно просто едет на работу, просто куда-то идет, и у него возникает вегетативная регуляция. И многие говорят, да я же вроде не переживала в этот момент, я же вроде сильно ни о чем не думаю, откуда ни возьмись, появилась вот эта хрень. Так вот, хрень эта появилась, потому что уже какое-то количество времени, до наличия этой хрени, проявления, вы длительное время находились в каком-то эмоциональном состоянии, которому не придавали значения, либо не полностью придавали значения. Хватит писать в чате. Либо не полностью придавали значения. Ну, например, вы понимаете, что у вас есть неразрешенные обстоятельства в личной жизни, вы понимаете, что у вас есть неразрешенные обстоятельства по отношению с людьми, вы понимаете, что у вас есть очень эмоционально сложное состояние по отношению к коммуникациям с людьми, Вы понимаете, что вы столкнулись с ситуацией на работе, непростой ситуацией на работе, либо у вас непростое отношение с родственниками, с женой, с мужем, с беременной восьмиклассницей, неважно. Вы как бы это понимаете, но вы этому не придаёте большой значимости. И в какой-то момент точка насыщения эмоциональным состоянием начинает подниматься, потому что вся эта ситуация затягивается. Поверьте, бывает так, что ситуация эмоциональная, внутренняя может длиться годы, полгода, год, но в большей степени 3-6 месяцев до наличия вегетативной активности. Понимаете? То есть ситуация длится 3-6 месяцев, а выстрелит вегетатика только через 6. Не потому что это отложенная реакция, а потому что у нашего организма есть некий ресурс, который может утилизировать это напряжение. То есть вы, например, я пример сейчас приведу, окей, вы полгода находитесь в состоянии сложном на работе, параллельно с личной жизнью, параллельно с родственниками и финансовые какие-то ситуации. Полгода вы находитесь в сложной эмоциональной ситуации, но вы как бы приходите домой, вроде расслабляетесь, кто-то выпивает баночку пивка, кто-то иногда с подружками там расслабляется. Но через полгода в какой-то момент вы едете опять на эту самую работу или идете куда-то, и у вас начинает вегетативная активность. Почему? Потому что организм уже не может утилизировать естественным путем то накопившееся эмоциональное состояние, которому вы себя длительное время маринуете. Понимаете? То есть точка выхода в паническую атаку, сейчас об этом поговорим, точка выхода в вегетатику, она всегда указывает на то, что организм уже не может утилизировать тот эмоциональный компонент, который генерируется длительное время до. То есть не бывает так, что вы жили идеально и в один прекрасный день началось. Как правило, это имеет длинник достаточно большой, которым копится, 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 копится. И вот когда ресурсы организма уже не могут утилизировать это напряжение, и возникает тот самый феномен, который признан в медицине российской, во всяком случае, в европейской, в американской, нет, называть вегетативной дисфункцией. А дальше начинается все мракобесие нашей советской медицины. Когда вы приходите к врачу, и вы естественным образом не жалуетесь на вот эти обстоятельства, на вот эти эмоциональные состояния, потому что вы вообще об этом никогда не думали. Ну есть и есть, но есть какие-то проблемы, ну да, и что. Вы начинаете жаловаться на сердце, на давление, на перебои, на нехватку воздуха, на какие-то прочие физиологические компоненты. Врачи не знают вот этого процесса эмоционального в вашей жизни. Они видят вас первый раз, они говорят, но жалуются на сердце, да, проверим сердце. Но жалуются там на это, да, проверим это. И они начинают работать по стандартному алгоритму медицины. Проверили сердце, проверили щитовидку, проверили гормоны, проверили голову, проверили сосуды. Ничего не находят, и они правы, потому что они ничего не находят, потому что на самом деле просто накопилось определенное эмоциональное состояние. Так вот, поэтому лечить это бесполезно. Конечно, в ряде случаев помогут назначить успокоительные, сосудистые препараты в отделении неврологии. Но это не является терапией вот этих причин создания напряжения. Именно здесь является ответ, что фармакология не будет устранять вегетативную активность и невротическое расстройство, потому что вот эти обстоятельства и форма реагирования на них никаким образом не подвергается воздействию, даже если вы выпьете самый лучший прозак в мире, всем понятно. То есть даже если вы закинетесь транквилизаторами, даже если вы закинетесь антидепрессантами, они просто отсекут на какое-то время и дадут организму тот самый ресурс, который будет декомпенсировать эти эмоции. Поняли? Как только препараты закончат свои действия, организм через какое-то время опять накопит это состояние, и опять начнется регуляция, на которую вы жалуетесь. Поэтому резюме этой части заключается в том, что не стоит искать болезнь вашей вегетативной активности, не стоит искать таблетку от ВСД, не стоит искать какую-то болезнь, которую не нашли, и надо осознавать, что вегетатика и вегетативная активность – это указатель на то, что вы эмоционально перегреты. Сейчас может каждый задуматься из новичков, когда у меня началась явная вегетативная активность. Ну, например, первые паники. Сейчас про паники будем говорить. Первые паники, первая вегетатика. Если вы сейчас начнете вспоминать, то вы, или дома потом, после сегодняшнего занятия, начнете вспоминать, то, в принципе, если вы проанализируете 3-6 месяцев до первых паник, до первой вегетатики, вам начнет потихонечку приходить в голову, что у вас были такие-то обстоятельства с мужем, женой, с детьми, с родственниками, с финансами, с работой, с ощущением безвыходности, ощущением тупика, либо слишком просто эмоциональной реакцией, потому что какая-то дура пришла на работе, на ваше место, вас подсиживают, вы пытаетесь на работе ярко всем доказать, что вы, сука, умная, а вас не ценят, вы пытаетесь показать мужу, что вы хорошая, а я жена, а он сидит, значит, отмораживается. То есть, если вы начнете анализировать тот социально-бытовой компонент, который предшествовал наличию, выходу в первую панику или вегетатики, вам все становится потихонечку понятно. Далее. Что надо понимать? Что не все люди будут реагировать слишком эмоционально на вот эти аспекты. Согласны? Но у вас есть подруги, друзья, у которых хуже в жизни, правда? У них нет панических атак, нет вегетативной дисфункции. Хотя у них, как бы, казалось бы, жизнь порой достаточно, как вам кажется, хуже. Почему же именно вы накопили вот это состояние, и оно вышло? На самом деле, суть заключается в том, что вовсе не обстоятельства, о которых я вам сейчас говорил, в вашей жизни, сложились каким-то образом. Ответом на этот вопрос является ваша реакция на эти обстоятельства. То есть, вы говорите, да в принципе ничего особенного. Я вам честно могу сказать, за 10 лет моей практики ни у какого неврактического пациента чего-то особенного вот в этом длиннике до первых симптомов не было. Я вам уже перечислил личная жизнь, профессиональная жизнь, отношения на работе, отношения того, что все вокруг тупые, или у вас не получается, или вы не справились, или не справитесь. То есть, в принципе, ничего такого прямо вот вау, выдающегося не происходит. К чему я? Многие пациенты, они сначала сидят, такие говорят, какую-то он херню несет, потому что, ну, должно же быть что-то прямо такое вау. Они говорят, да не было ничего такого, потому что им кажется, что наличие эмоционального реагирования должно быть связано с каким-то трагическим случаем, или с каким-то особым, знаете, особым событием, что ли, да. Вот здесь возникают все ответы на все ваши вопросы, что не какие-то особые события, что не какие-то особые обстоятельства, а что исключительно ваша форма реагирования будут отвечать на эмоциональный градус по этим событиям. Поэтому пишем, мою вегетативную реакцию и накопление стресса определяют не какие-то вау-события, мою вегетативную и эмоциональную компоненту определяют не какие-то слишком вау-события, а мое мое отношение к этим событиям. Мое отношение к этим событиям. Мы сейчас не про симптоматику говорим, а про события, которые предшествуют или сопровождают. Поэтому, когда мы говорим на сезонах о механизме терапии, когда мы говорим на сезонах у меня на занятиях о том, как мы это меняем, то мы меняем, не лечимся здесь, сосок не прикладываем к монитору, мочу не пьем. Мы учимся реагировать на жизненные обстоятельства таким образом, чтобы вегетатика не будоражилась ввиду не подъема слишком сильного эмоционального градуса. Всем это понятно. То есть, чтобы не выйти вегетативную регуляцию активную, отношение к этим жизненным обстоятельствам должно быть изменено. Но тут возникает проблема. Вы не знаете, как вы реагируете на эти обстоятельства, поэтому вы не умеете ими управлять. И вот то, из чего создается регуляция отношения к обстоятельствам и изучает когнитивно-поведенческая психотерапия. Но об этом чуть попозже. Идем дальше. Очень часто у наших пациентов доминируют следующие проблемы. Потом вопросы. Очень часто у наших пациентов доминируют в жалобах следующие вещи. То есть, когда у них началась вегетативная регуляция, поднимите руку, у кого все началось с первой панической атаки, пожалуйста. Вот эта вегетатика началась и начались сразу панические атаки. Вот сразу практически. То есть, вегетатика началась и сразу паническая атака. Вот. Вот я сейчас для вас это объясню. Окей, нравится, нет? Заходит, понятно говорю, или сложновато говорю. Нормально? Ребята. Гуд? Супер. Смотрите, почему все начинается именно с панических атак? Почему панические атаки? Спасибо. Спасибо большое. Почему панические атаки бьют рекорды по первичным жалобам в невротических расстройствах? С чем это связано? Значит, это связано исключительно с одной простой вещью. Я уже вам о ней сказал. Слушайте меня внимательно, пожалуйста. Помните, я сказал, что вы не можете провести причинно-следственную связь? Раз. И второе. Пишем. Пишем. Вы трактуете подъем вегетативной активности как непонятное или угрожающее состояние. Объясню, почему. Когда вы сдаете экзамен, вы понимаете, с чем связана вегетативная регуляция. Когда вы едете на работу в метро или где-то на отдыхе или еще где-то и у вас из того ни с сего возникает дурнота, шаткость, тахикардия и вот эта вегетативная регуляция, для вас это состояние нетипично. Пишем. Многие испытывают вообще первый раз выброс адреналина в жизни. Многие не знакомы с подъемом вегетативной регуляции. Для вас это ощущение, оно новое. То есть выброс адреналина не санкционированный. То есть если вас за вами побежала собака и у вас выбросился адреналин, то вы как бы даже про адреналин не думаете. Вы понимаете, что просто испугалась. А если вы едете на работу в метро или вы сидите дома и у вас начинается вегетативная регуляция, для вас это состояние абсолютно субъективно нетипичное. Оно для вас новое. Естественно, ни один человек в мире не сможет отнестись нетревожно к вот этому первому ощущению подъема вегетатики не по делу. Согласны? Но я наверное есть такие люди но вот ваш покорный слуга тому пример я будучи персональным тренером прошедшим подготовку по физиологии спортивной физиологии кинезиологии анатомии патоанатомии даже я в 2006 году когда у меня началась вегетативная вот эта хрень в ресторанах даже я испугался понимаете? то есть понимая всю казалось бы фишку физиологии ощущая это первый раз на рабочем месте в метро я не знаю еще где-то немало кто отнесется к этому спокойно согласны? то есть невозможно отнестись к этому спокойно вдруг вот если оно началось то есть это для организма очень ну невозможно потому что вы испытываете это первый раз так вот к чему я подвожу догадываетесь да? пишем тему паническая атака именно вот это непонимание вегетативной регуляции и создает тот самый испуг которым и называется panic attack паническая атака пишем паническая атака это не симптом паническая атака это не прелюдия к смерти паническая атака это не какие-то пароксизмальные цифры которые вдруг в организме начинают шкалить паническая атака в организме и физиологии человека абсолютно естественно и здорово просто термин паническая атака и термин испуг они тождественны разница заключается в чем объясняю когда на вас напала в подворотне собака вы испытали паническую атаку понятно то есть если на вас напала собака в подворотне вы испугались ваша физиология выбросила адреналин по ногам пошло это онемение вы начинаете бежать суетиться махать руками и так далее звать на помощь это паническая атака но в рамках этого контекста это называется что испуг правда это называется испуг а когда мы говорим о том что человек едет на работу когда мы говорим о том что на него собака не нападает и у него начинается вегетатика которую он трактует как естественным образом что что-то кажется с мотором он впадает в тот же испуг за собственное здоровье поэтому пишем паническая атака это мой personal мой личный испуг за собственное здоровье еще раз паническая атака это мой личный испуг за собственное здоровье все записали это это важно именно в этом определении будет крыться ответ на терапию панических атак а вот у меня канал основан в одиннадцатом году называется невроза мегаполиса на ютюбе тысяча людей за эти годы написали мне благодарности только лишь потому что объяснив что это оказывается испуг за вегетатику у них прошли паники объясню сейчас почему и что надо будет делать всем остальным потому что когда вы испытываете незнание и дефицит информации то вы не трактуете это как испуг вы трактуете это как прединфактное состояние и вам повезло прединсультное состояние и вам повезло это шизофреническое состояние вам повезло потому что вы выбежали на улицу вызвали скорую накапали корваловчик махнули там еще что-нибудь и вам повезло и это начинает повторяться сейчас объясню почему поэтому первое что надо знать о панических атаках что это не симптом что это не какой-то кризис который периодически врывается ваша жизнь очень многие пациенты они трактуют панические атаки на фоне этой трактовки возникает агорофобия они говорят у меня есть какие то приступы которые я с меня чуть не убивают и я боюсь уходить далеко от дома потому что если вдруг этот приступ начнется желательно чтобы кто то был на телефоне или рядом в идеале были родственники потому что они мне помогут они вызовут скорую а лучше чтобы я была дома потому что дома как-то спокойнее если чё у меня под рукой кормолол если чё у меня под рукой скорая вот в этом то и есть вся ошибка пишем внимательно фаническая атака никогда не создается сама нет такой физиологической нормы в организме сама вот вдруг вот вы сейчас можете выдать панического так давайте насчет 3 мы все очень сильно захотим чтобы у нас случилось паническая атака 3 4 я очень хочу чтобы у меня была паническая атака ну давайте захотите вы можете паническую атаку а сама продолжает прийти как-то ну я хочу чтобы вы поняли что эти состояния это не какие-то спонтанные выбросы это не какие-то спонтанные реакции пишем алгоритм возникновения панической атаки алгоритм возникновения панической атаки первое пишем первое все начинается с вегетативного напряжения о котором я говорил вам сейчас выше сначала вы испытываете в метро на улице в офисе в целом вегетативное напряжение о котором я говорил выше второе вы трактуете это состояние как непонятное и опасное вот собственно здесь начинается паника потому что когда вы страктовали у вас возникает образ на образ смерти или риска четвертое организм на образ смерти и риск откликается первое пишем здоровым инстинктом и этот инстинкт естественно самосохранение пятое пятое инстинкт всегда всегда сопровождается выбросом адреналина 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 шестое что случится если я вам вкалю по кубику адреналина ничего не произойдет особенного кроме того что вы почувствуете вегетативную регуляцию и захотите куда-то побежать то есть не сердце у вас просто начнется движуха в организме атаки никакой не будет адреналин не сделан для панической атаки адреналин сделан да никакая симптоматика у вас не заработает я говорю не называйте симптоматикой физиологию естествую что же вы никак не въедете то в это но въезжайте если вам вколоть всем адреналин у вас начнется просто движуха это не симптоматика это не болезнь это просто физиологическая реакция адреналина в организме адреналин у вас выбросится потому что вы страктовали вегетатику как угрожающую а потом пишем седьмое далее вы трактуете адреналин как угрозу жизни то есть вы не понимаете что вас на самом деле вы успели испугаться у вас выбросился адреналин и вот эта движуха это работа адреналина вы трактуете это как вот вот инфаркт вот вот инсульт вот вот смерть именно так и создается паника ну и соответственно восьмое побежали во спасение или вызвали скорую или начали там суетиться то есть на самом деле паническая атака это ваша реакция это не какой то приступ это не какой то симптом вы сами испугались своей вегетативной регуляции организм здоровым образом на этот испуг выбросил адреналин и вы неправильно поняли адреналин всем это понятно следующее почему адреналин почему организм выбрасывает адреналин пишем значит прежде всего новички ой блядь ну это конечно мучает спазмы как избавиться иди посри избавишься сразу значит пишем значит сейчас касается новичков все новички сейчас отложили ручки потому что те кто были у меня раньше они сейчас это знают новички отложили ручки сели перед монитором ну перед устройствами вашими сели окей закрываем глаза не бойтесь ничего с вами не пройдет закрываем глаза закрыли глаза представьте себе лимон обычный лимон закрываете глаза представляете себе лимон теперь это лимон пополам и начните выдавливать себе лимонный сок капаем на язык представьте себе что вы капаете лимонным лимонным соком себе на язык капаем лимоном за крупными глазами представили лимон им представли что он капает вам на язык отлично можно глаза открыть Значит, если кто-то делал это упражнение, то он почувствует, что у него во рту появилось странное ощущение. У кого-то слюней появилось больше, у кого-то меньше. Слюные железы, подчелюстные, заушные, выделили ее слюну. Внимание! Включаем сейчас голову. Чтобы слюные железы выделили слюну, должна была произойти команда вегетативной нервной системы на работу. Вы только что, благодаря образу, дали команду вегетатики. Все это поняли. Лимона никакого не было в реальности. Вы представили себе лимон, образ. Вы представили себе, согласно опыту ощущений, и вегетатика дала команду. Поэтому пишем. Выброс адреналина происходит точно так же, как вы сейчас выбросили слюну. Поясню. Когда вы представили лимон, вы представили образ. И вегетатика дала отклик. Когда у вас возникает вегетатика, у вас возникает тоже образ. Какой? Подумайте, какой образ возникает у вас в метро, на улице, на работе? Конечно же, образ смерти. Образ инсульта. Образ сумасшествия. О том, как вы начнете себя вести. Как вас там похоронят, я не знаю, закопают и так далее. Пишем. Именно образ лимона и образ смерти вызывают ту регуляцию, о которой мы с вами говорим. Связан образ смерти не в неправильной трактовке. Все это поняли? То есть, если вы сегодня научитесь правильно трактовать вегетативную регуляцию, вы не выбросите адреналин. Если вы сегодня поймете, что вегетативная регуляция – это не симптом, это не угроза, это указатель просто на эмоциональное истощение, вы не выбросите адреналин. И у вас не будет панической атаки. Тут есть некоторые технические нюансы, которыми мы сейчас будем учиться. Проблема в том, что когда у вас уже возникли многократные панические атаки, здесь замкнулась физиология следующим образом. В месте, где возникли паники, возникают физиологические такие цепочки, связанные с научным обычным стимулом реакция подкрепления. То есть, пишем, новички, вы же не просто так сюда пришли. Вообще, за это люди платили огромные деньги. Я вам могу сказать, что за эту информацию могут у вас попросить очень большие деньги для Российской Федерации. Я вам даю сегодня это бесплатно, разжевывая для вас. Вы, конечно, можете пойти заплатить по полтиннику тысяч за это, но я вам хочу это бесплатно дать. Соответственно, следующее. Скиннер и Павлов. Абсолютно верно. Пишем дальше. Слушайте меня. Когда у человека уже возникли панические атаки, то есть, испуг, пишем, человек запоминает, где у него возник этот испуг. Потому что он не говорил себе, вы знаете, я просто, у меня есть вегетатика, сейчас мне некомфортно, потому что я нахожусь в эмоциональном невротическом состоянии. Он говорит, примерно так, блядь, я чуть не умер в метро сегодня, пиздец, вообще, меня так накрыло в метро, вообще, а я сегодня чуть на улице не понял, блядь, как я дошел, не знаю, я успел накапать себе 12 капель, пиздануло, мне помогло, мне, я вообще, завтра как жить не знаю, надо будет... То есть, вы на самом деле трактуете ваш испуг в разных локациях, что вам повезло, организм естественным образом запоминает, где вам чуть, вы чуть не померли, понимаете? То есть, вы меня простите за плохой пример, но если на девушку напали в подъезде, как эта девушка будет потом заходить в подъезды, понимаете, да? Если вы попали в ДТП, как вы потом сядете за руль, понимаете, о чем я говорю? Пишем, в месте, где возник острый испуг, всегда будет рефлексорная дуга. Запомнили это? Стимул, реакция, подкрепление. Стимулом будет являться место. Все это запомнили? То есть, пишем, неважно, невроза это или обычная жизнь, в месте, где возникла пик эмоций, будет рефлексорная дуга. Точно такая же рефлексорная дуга работает тогда, когда у вас позитивный пик эмоций. То есть, опять же, помните начало сегодняшнего урока? Организм похер, какой у вас пик эмоциональный. Он реагирует одинаково вегетативно и дугой. Все это поняли? Если вы трахались на берегу океана, и звучала энигма, и от него пахло, я не знаю, жеванши, то когда вы на следующий день поедете куда-нибудь, и вы чувствуете запах жеванши, вы потечете. Где он? Или если вы вернетесь через много лет на это побережье, у вас возникнут ассоциации. Поэтому очень важно запомнить метро, лифты, улицы, работа. Это просто рефлексорная дуга, где вы запомнили то место, где был пик эмоций. Я каждый день практически проезжаю мимо Светинского парка и монастыря, где у меня были панические атаки, куда я выбегал из своего ресторана. Я до сих пор проезжаю. Не бывает такого, чтобы я не вспомнил, что в этом самом парке... Я, конечно, ржу по этому поводу. Там сейчас красивый парк, и рядом монастырь очень красивый. Но я всегда смотрю на этот парк, я улыбаюсь, но я помню этот парк, я помню эту лавочку, где я должен был помереть. Я помню эту лавочку, я помню каждую, сука, лавочку, потому что я каждый день пытался умирать то на этой лавочке, то на этой лавочке. Я думал, бля, это сегодня я пойду подальше, куда я здесь, все вызываюсь. Я до сих пор этот парк помню. Понимаете? Поэтому места ровно так же, и я помню места, где мне было круто. Я помню, вот я продал машину свою, у меня с этой машины тоже много позитивных ассоциаций, знаете, не будем перечислять каких. Но мужчины поймут меня. Ну, девушки некоторые тоже. Много позитивных мест, и много негативных, много мест, с которыми связано как позитивных, так и негативных эмоций. Согласны? И везде рефлексорная дуга будет работать. Всем это понятно. Поэтому пишем. Ваш, пишем. Ваш организм не находит, в вашей заднице, так и пишем сейчас. Пишем в моей заднице, пишем новички, это вам. Пишем. В моей заднице нету встроенного GPS. В моей заднице нету встроенного GPS-навигатора, который считает удаление от дома. И то, что у вас есть упоротая идея о том, что вам нельзя уходить далеко, и вам становится плохо, это не что иное, как ваша собственная придумка, в которую вы верите. Но, Алекс, если в вашей заднице есть GPS-навигатора, то это не ко мне. Уверен. Нету вашей задницы, но у кого есть GPS-навигатора, это немножко к другому врачу, к другому профилю. Соответственно, я хочу, чтобы вы поняли, что организм не видит, где вы находитесь. То есть, мы организм не знают, что я проезжаю мимо парка. Ваш организм не знает, что вы едете в метро. Все это понимают. Плюсики, кто понимает. Ваш организм не знает, что вы летите на самолете. Ваш организм не знает, что вы летите на теплоходе. Вы знаете. И вы трактуете это место как угроза или как нет. Пишем. Как организм или как вы трактуете место как угроза. Вы интерпретируете место по принципу «Если мне здесь станет плохо, я себе не помогу». Поняли? Если мне в парке станет плохо, если мне на улице станет плохо, но плохо вам не станет, вам станет страшно, пишем большими буквами. Пожалуйста. Сейчас. Большими буквами. Я сам трактую какие-то места как угрожающие. Всем это понятно? Я сам трактую места как угрожающие. Не места мне угрожают, я их трактую как угрожающие. Дальше пишем. От этой трактовки я себя пугаю. От этой трактовки я себя пугаю. Далее. Когда я себя пугаю, моя вегетатика естественным образом поднимается, что является здоровым. Реакции при тревоге. Вы же себя пугаете? И вы потом пугаетесь той физиологией, которую вы, вы и создали. То есть не бывает панических атак далеко от дома. Бывает следующее. Слушай меня внимательно. Я трактовала поход от дома как угрожающий, потому что со мной может что-то произойти. И этим подняла тревогу. И эту тревогу восприняла как наличие какой-то проблемы и испугалась ее. Вот как возникает цикл агорафобии. То есть агорафобия это упоротая идея о том, что вам станет плохо и вы не справитесь. Пишем большими буквами. Очень большими буквами пишем. Я путаю собственную тревогу с приступом. Я перепутала тревогу с приступом. Я перепутала тревогу с приступом. То есть вы испытываете не вегетатику, но в смысле не симптоматику, вы испытываете тревогу. И вы ее спутали. Поэтому, когда вы выходите на улицу, или идете в лифт, или садитесь в самолет, ваш организм не знает, ваше сердце не может высказать, так, где мы находимся, ой, пиздец, мы в самолете, мы в самолете, да, мы в самолете, ой, я до него, в самолете, это же опасно, да, я знаю. Я говорю, организм не в курсе, где мы находимся, сердце не может высказать, где мы, мозг не знает, где мы. Это ты. Скажешь, я в самолете, и мне никто не поможет. Я на улице, мне никто не поможет. Я одна дома, мне никто не поможет. И вы сами создаете себе напряжение от того, что вы убеждаете себя в том, что если с вами что-то случится, вам никто не поможет. И пугаетесь, и этого. И звоните. Ваше, ваше пиздец меня кладет. Ваше принесли, приедет домой. Скорая, блядь, какое время в этой скорой. Мне плохо. Вот что вы делаете. Вы просто себя пугаете. У вас не приступ. Вы внушили себе, что у вас есть угроза. И вы в это поверили. Но на самом деле вы просто себя пугаете. Поэтому агорофобия, панические атаки. Это, пишем, привычка считать, что у вас есть угроза. Пишем, это привычка считать, что у вас есть угроза. И трактовка тревожного состояния с каким-то приступом. Как от этого избавиться? Пишем. Как избавиться от этой привычки? Как избавиться от этой привычки? На самом деле здесь нет ничего сложного, кроме одного. За последние 10 лет, ну, я веду практику официально с 2011 года, но консультировали здесь с 2007 года, если вам интересно. Понятно? То есть, если вам интересно, то почти 11. Так вот, чтобы избавиться от этой привычки, пишем. Первое, давайте я с вами попишу. Нужно включить голову и понять то, о чем я говорю. Вот здесь уже, как я вижу по нашему чату, у многих будет проблема. То есть, я понял, ну, я только по началу поглядываю иногда, я понял, что вот с первым пунктом у многих будет проблема здесь. То есть, включить голову здесь будет сложно у некоторых людей, им никто никогда не поможет. То есть, если вы по первому пункту проходите, я вас уже поздравляю. То есть, если вы можете включить голову и понять то, что я говорю, это уже хорошо. Второе. То есть, придется не объяснять, а доказать себе. Вот здесь второй, скажем так, фильтр людей, кто быстро справляется с паническими атаками, кто медленней. То есть, есть люди, которые на первом пункте отсеиваются 100%, потому что они интеллектуально не могут понять, о чем я говорю. Хотя, в принципе, я и мои коллеги в YouTube, и мои коллеги в психотерапии говорим концептуально про одно и то же. Но если они, меня, Сидорова, Иванова, Голопутенко понять не в состоянии, то они не в состоянии этого понять в принципе. Понимаете, да? То есть, тут не вопрос ни ко мне, ни к Сидорову, Иванову, а к тому, что они в принципе не способны понять вот просто А, Б, В, Г, Д. Если вы способны понять то, о чем я говорю, значит, второе. Вам придется не объяснить, а доказать. Слушайте меня внимательно. Многие знают мой канал на YouTube. Многие знают моих партнеров по YouTube. Правда же? И многие знают о том, что я сегодня сказал. Многие понимают не хуже, чем я, и даже могут другим рассказать. Мне кажется, мои зрители канала уже книгу готовы написать по паническим атакам. Пишем большими буквами. Знания не лечат панические атаки. Знания не лечат панические расстройства. Чтобы избавиться от этой привычки, помните, я вам говорил сейчас, что это привычка себя пугать, что мне будет плохо. Чтобы справиться с этой привычкой, вам не нужны знания. Вам нужно физиологическое доказательство. Пишем. Действие и результат. Действие и результат всегда сильнее осознанности. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Что если вы поняли, что панические атаки – это испуг, это безопасно, вегетатика безопасна, и мне ничего не грозит дома, мне ничего не грозит далеко от дома, мне ничего не грозит в самолете, мне ничего не грозит. Этого понимания недостаточно, потому что разорвется дуга рефлексорная только тогда, когда вы пойдете в этот стимул и его разорвете. Большинство из вас игнорируют контакт со стимулом. Что является стимулом? Стимулом пишем. Стимулом является вегетатика. Сейчас не пишите в чате, пожалуйста, ничего. Вегетатика. Вегета-ти-ка. Стимулом является одна дома. Стимулом является далеко от дома. Стимулом являются закрытые пространства. Ну, например, там какая-нибудь комната, лифт, аудитория. Стимулом является, ну, например, метро. Ну, это тоже пространство, я не знаю, там, пробка на дороге, да? То есть стимулом являются те объекты, в которых вы трактуете, что может случиться якобы приступ. Может случиться просто то, что вы себя испугаете. Так я просил ничего не писать в чате. Видите, вы даже на это не способны по определению. Соответственно, уже будут проблемы. Так вот, чтобы справиться с физиологической дугой, это физиология и наука, вам придется не объяснять себе в YouTube безопасность и на моем вебинаре сидеть. Вам придется, пишем большими буквами, идти в эти стимулы. Вот это очень-очень важно. Стимулы. То есть, чтобы справиться с привычкой и рефлексорной дугой, вам придется разрывать стимулы реакции подкрепления. Как это делать? Пишем. Смотрите, что я пишу сейчас. Вот так выглядит рефлексорная дуга. Стимулы реакции подкрепления. Ну, например, возьмем за стимул одна дома. Реакция. Говорение себе, что вам станет пиздец, как плохо. Потому что у вас же есть какие-то приступы. Если они случатся, вам никто не поможет, какой пиздец. Это ваша реакция на стимул. Поняли все это? Я одна дома, пиздец, не угроза. Я одна дома, пиздец, никто не поможет. Я одна дома, катастрофа. Подкреплением в этом стимуле будут являться ваши спасительные действия. Например, звонок мужу, закидывание лекарствами, оставление родственника дома. Ну, типа, ты посиди за стеночкой, а то, грубо говоря, что? То есть, подкреплением будет являться все, что направлено на устранение той угрозы, которую вы себе трактуете. Поняли? Например, таскать с собой мужа, таскать с собой таблетки и также не контактировать с этим стимулом. То есть, я осталась дома одна. Но вам простой пример. Клиентский случай. Женщина не могла оставаться дома одна, потому что была уверена, что с ней что-то одно и случится, и никто не поможет, и так далее, и тому подобное. И она все время оставляла с собой кого-то. В один прекрасный день, пока она спала, ее муж решил пойти купить овощей, чтобы приготовить утром салат. И она об этом не знала. Она проснулась, была полной уверенностью, что муж в душе, там что-то шумело. Она пошла, значит, спустилась, что-то там делала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И поняла, что 30 минут чего-то мужа нету. Она заходит в ванну, видит, что его нету. Она заходит в сортир, видит, что его в сортире тоже нету. Она заходит везде, говорит, его нету нигде. Звонит ему, говорит, ты где? Он говорит, я в магазине. Через 5 секунд у нее началась вегетатика, и еще через 20 секунд у нее началась паническая атака. Поняли при чем прикол? Все, кто понял, у кого работает голова, поднимаем руку, умны. То есть на самом деле она вдруг и резко ощутила себя в стимуле без вот этих спасительных элементов. И она испугалась, потому что все это время она думала, что муж в ванной, и у нее был спасательный элемент. Вот вам как выглядит классика агорафобии. Все мы это поняли? Все это поняли. Пишем дальше. Молодцы. Чтобы с этим справиться, первое задание. Выписать все стимулы. Второе. Выписать все подкрепления. Я поясню сейчас. Не бойтесь. Пишем. Вот и эта технология. Вам она досталась сегодня бесплатно. Я понимаю, что вы ее не цените. Но есть наверняка из двух с половиной тысяч регистраций, есть наверняка процентов 10, кто это будет ценить. Соответственно, вам нужно... Подождите, я понял, понял, понял. Понял, подождите. Про мысли сейчас отдельно будем говорить. Вы выписываете в отдельную строчку стимулы, в отдельную строчку рядом подкрепления. Что такое стимулы? Дома одна, далеко от дома, лифт, метро, аптека, улица, фонарь. Поняли? То есть места или безлюдное пространство, или закрытые пространства, МРТ, самолет, лифт, ну и так далее. А во второй строчке пишите подкрепление. Что такое подкрепление? Пишем. Подкрепление это то, как я действую, чтобы... Написать или продиктовать вам это? Подкрепление. Давайте напишем. Подкрепление это то, как я действую. Как я действую в этом стимуле? Ребят, это вам не Тони Робинс, это физиология. Это то, как я действую в этом стимуле? Или как я его избегаю? Вот этот важный момент. Например, чтобы не остаться дома одна, я постоянно оставляю кого-то с собой. Или как только я осталась дома одна, я предварительно пью волокордин. или я не езжу в метро, а если я в метро езжу, то у меня в собой волокордин. Или я перед метро ебану стаканчик волокордина. Или чтобы мне поехать на работу, я предварительно там тоже чем-нибудь закинусь. То есть, поняли? Значит, технология разрыва привычки себя пугать выглядит следующим образом. Вам придется убрать подкрепление в этих стимулах. Проще говоря, вам придется убрать действие, например, убегать. Вам придется убрать действие, хотеть, чтобы закончилось напряжение. Прямо пишем вместе за мной. Вам придется убрать, хотеть, чтобы этого не было. Вам придется убрать родственников. вам придется убрать фарму. Ой, фарму. Фарму. Вам придется убрать скорую. И вам придется убрать интернет добилов. В чате, как мне пуёво. Потому что это будет тоже форма подкрепления. Марина, меня так ебашит сейчас праника. Поговори со мной. Вообще, в этой херни не было, блядь. Соответственно, дыхательная техника тоже подкрепление, безусловно. Все, что направлено во спасение, должно быть убрано. Пишем, в чем физиология. Тонометр, безусловно, тоже в унитаз. Физиология заключается в следующем. Вам нужно увидеть, что без подкрепления не будет того, что вы придумываете. Проще говоря, стимул, реакция, подкрепление. Я одна дома. Оставлю мужа дома. Попрошу его остаться. Разрыв рефлекса. Антидепрессанты тоже. Но об этом отдельно. Разрыв рефлекса. Я хочу остаться дома. Муж нахер из дома пошел. Иди гуляй. Вы остаетесь один на один в этом стимуле. Никаких лекарств. Никаких скорых. Вы остались одна в этом стимуле. Например, это улица может быть. Это может быть лифт. Это может быть одна дома. Это может быть все, что угодно. Вы остались одна в этом стимуле. И вы начинаете. Пишем. И вы начинаете. Причем здесь болит голова. Мы говорим про условные стимулы. Причем здесь ваша башка. Кира, слушайте меня внимательно. Словите первый пункт про интеллект. Внимательно меня слушайте. Вы остаетесь в этих стимулах. Одна дома. 300 метров от дома. 600 метров от дома. Вам главное понять научный принцип. Остаться в стимуле и ничего не делать. Все это поняли. Остаться в стимуле и ничего не делать. Вообще ничего не делать. Например, у кого-то есть стимул вегетатика. У кого-то есть вегетатика как стимул. Очень часто согласны. То есть подъем вегетатики это стимул. Реакция какая. Ой, глядь пиздец. И подкрепление какое-нибудь колесо. Правда же? Значит, что надо делать. Почувствовали вегетатика. Сказали, оп, заебись, стимул. Реакция какая. Внимательно меня слушаем сейчас. Реакция какая в стимуле. Я ничего не буду делать с этой вегетатикой. Почувствовали вегетатику. Это стимул. Ничего не буду делать с вегетатикой. Вообще ничего не буду. Не буду дышать. Не буду звонить никому. Не буду никуда бежать. Я просто продолжу заниматься своими делами. Потому что если в стимуле вегетатики вы начнете старую реакцию и старую форму действия ничего не получится, вы протачите опять этот рефлекс очень важно чтобы вы поняли как рвутся условные рефлексы стимул реакция не подкрепление стимул, реакция, не подкрепление стимул, реакция, не подкрепление все это поняли То есть, если вы не будете подкреплять наличие вегетатики таблетками, если вы не будете подкреплять наличие вегетатики избеганием свободного передвижения, если вы начнёте оставаться одна, конечно, ваша реакция будет привычной, но в этой реакции нельзя поступить по-старому. Все это понимают. То есть, если вы вот это поймёте, вы справитесь. Это ясно? Более подробно, вот подробно, я буду рассказывать на первых двух уроках сезона. Про вегетатику, панику и избегание понятно? Вот приближение в этом всем ясно? Вам придётся не делать то, что вы делали. Да, вегетатика, окей. То есть, вам не нужно будет это подкреплять. Потому что, если вы будете верить, что вы сейчас умрёте, то вы подбежите за подкреплением, правда? То есть, если вы будете говорить, да, я понимаю, что это вегетатика, пускай она будет ещё сильнее. Поэтому давайте запишем одну рекомендацию. Пишем. Рекомендации я. Как справиться в реакции? Так справиться в реакции. Когда вы завтра пойдёте в эти стимулы или почувствуете вегетатику, чтобы справиться с этим, вы прекрасно понимаете, что вам нельзя подкрепляться старым действием. Но реакция у вас автоматически будет. Согласны? Потому что стимул привязан к реакции. Поняли это? У вас будет стимул и реакция. Вегетатика, испуг. Однодомый испуг. Но подкрепляться нельзя. Пишем. Упражнения, направленные на облегчение реакции в этом стимуле. Пишем. Упражнения, направленные на облегчение реакции в этом стимуле. Пишем. Пишем. Чтобы справиться с реакцией, нужно знать ещё один секрет физиологии. Упражнения, направленные на облегчение реакции в работе над стимулами. Слушаем, внимательно, пишем. Есть один принцип физиологии, который создаёт навязчивые мысли и который создаёт панику и подкрепление. Меня видно нормально? Пишем. И запоминаем. Чем сильнее вы чего-то не хотите, тем сильнее это будет на вас давить. Поясню. Если вы не хотите вегетатики, потому что считаете, что она угроза, ваша вегетатика будет сильнее. Если вы не хотите думать о том, что вы нахуй подохнете, это будет давить на вас ещё сильнее. Если вы не хотите думать, о каких-то мыслях это будет давить на вас ещё сильнее, это принцип нейрофизиологии. Отсюда вывод. Пишем. Если вы хотите в работе над рефлексом стимулы реакции подкрепления, убрать эту реакцию, чтобы у вас не было подкрепления, вам придётся перестать физиологически сопротивляться тому, что вы не хотите. Объясню почему. Если вы считаете вегетатику угрозой, вы никогда не перестанете считать её угрозой до тех пор, пока вы не отпустите эти сопротивления. Поняли? Понимаете, о чём я говорю? Вспомните самый простой момент. Кто водил машину? Первый раз. Вы садитесь в машину, вы испытываете напряжение. Повторяя это многократно, вы перестаёте трактовать машину как стимул к беспокойству. Согласны? То есть, если вы избегаете вегетатику, если вы избегаете панику, если вы избегаете оставаться дома одна, возникает проблема. Слушайте меня внимательно. Вот этот момент очень важен. Очень важен. Послушайте. Если вы сегодня хотите справиться с вегетатикой и с паникой, запомните один принцип. Чем сильнее я не хочу, тем сильнее на меня это давит. Записали? Пишем большими буквами. Чем сильнее я этого не хочу, тем сильнее на меня это давит. И этот принцип мы будем изучать весь одиннадцатый сезон. Если вы хотите прийти на одиннадцатый сезон, чтобы подробно изучить физиологические механизмы и работу над эмоциональным состоянием, о котором мы сейчас будем говорить, я вас приглашаю на одиннадцатый сезон. Если вы очень хотите получить скидку, вот вам скидка. Сейчас одиннадцатый сезон стоит 5500, но я для вас подарю скидку в 1000 рублей. Соответственно, вот вам ссылка. Welcome, пользуйтесь. Десятого мы начинаем. Слушаем дальше. Смотрите. Если вы не хотите испытывать вегетатику, потому что она вас убивает, якобы, вы будете всю жизнь бороться с этой проблемой до тех пор, пока вы не скажете, пускай она будет. То есть, если вы скажете сегодня, пускай будет вегетатика, пускай будет паника, пускай будет какое-то напряжение, вы удивитесь, но оно закончится. Пишем. Вегетатика и напряжение бегает за вами только тогда, когда вы бегаете от нее. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Вегетатика и паника, и навязчивые мысли бегают за вами только тогда, когда вы бегаете от них. Только бы об этом не думать, только бы не было вегетатики. О, если будет вегетатик, подойдите к человеку, который летит в самолете, и подойдите к кардиофобу, аэрофобу. Задайте вопрос, в чем разница. Разница в том, что аэрофоб скажет, только бы в самолете не стало плохо. А обычному человеку пофигу, он говорит, ну, станет плохо, станет плохо, будем принимать решение по ситуации. Вот я хочу, чтобы вы поняли этот принцип. Кому понятен этот принцип физиологии, поднимите руки, пожалуйста. Если вы просыпаетесь, спасибо, если вы с утра просыпаетесь со словами, только бы мне было вегетатики, только бы не было паники, вы уже в напряжении. Да пошлите вы нахер, вашу вегетатика с вашей паникой, увидите, как вам легче станет. Чем сильнее вы сопротивляетесь, тем хуже вы себя чувствуете. И этот же принцип касается воспоминаний. Почему он так поступил, почему он так поступил, ну, как оно могло быть, то почему вы должны понять, что чем сильнее вы чего-то не принимаете по отношению к вам, тем сильнее вас это догоняет. Запомните этот принцип и вы меняете его во всех сферах, будь то нежелание вегетатики, будь то нежелание паники, будь то нежелание чего-либо вообще. Я так не хочу получить двойку, что у меня ебаша три дня до экзамена, и я захожу вот так, блядь, Алексей, я не знаю, как мне быть. Так вы должны понять, что если вы скажете, да, я могу получить два, да, я могу получить два на экзамене, я буду стараться этого не сделать, но хер его знает, как оно будет. Я пойду и сделаю все, что от меня зависит, чтобы сдать этот долг на экзамен. Получу два, окей, пересдам. Не получится, буду что-то думать, но я не буду пытаться, только бы не получить два, только бы не получить два. Потому что если ты будешь так себя вести, тебе три дня будет херово, и ты зайдешь на экзамен, и пиздаливаешься там с вами, и он уже все. Понимаете? Почему двоечники сдают сессию хорошо? Потому что им до пизды, какой будет результат в этом смысле. Поэтому они думают в этот момент, они думают как, ага, у кого списать, так, Васька, там, Зина, дай сюда, иди сюда, помогай, что тут надо писать? Потому что им все равно, что о них подумают, потому что им все равно получит два, падет, пересданет. Почему берут на собеседование каких-то странных ушлепков? Потому что тот ушлепок приходит, и говорит, здравствуйте, я охуенный сотрудник, возьмите меня, дайте мне два месяца, и я вам докажу, что я хороший. А вы говорите, блядь, я такая охуенная женщина, у меня такой стаж, такой стаж, а меня не взяли, потому что ты себя на собеседы не вела, как, блядь? Здравствуйте, меня зовут Зинаида Петровна, у меня очень большой стаж работы, стаж сотрудничества с организациями. На нее смотрят, говорит, блядь, это кто вообще? А приходит человек, которому, в принципе, ну возьмут и возьмут, не возьмут, хорошо, пойду к другое место, его берут, они говорят, какой-то уверенный парень, давайте дадим ему возможность, вот и все. Поэтому запомните этот принцип, если вы не хотите чего-то, как вы идете на свидание, только бы ему понравится, только бы ему понравится, только бы ей понравится. Здравствуй, меня зовут Василий, ага, чай, чай хочешь? Чайку, может, ой, блядь, ой, я сказал, блядь, ага, Василий, да, меня Василий зовут, а ты как лето провела, хорошо лето провела, ага, а носи-то думает, блядь, это что? А приходит такой чувак, привет, дай пять. Вася, как у тебя дела? Слушай, я тут так подумал, что-то не скучно сегодня, поехали покатаемся. Она говорит, блядь, какой уверенный чувак, мне так понравился. так вот и все, поймите вы этот принцип, он начинается с вегетатики и заканчивается вашей жизнью. Но если вы не способны это понять, блядь, вам никто не поможет. И вы будете сидеть в интернете и рассказывать всем, какая у вас непонятная болезнь. Поэтому, блядь, сегодняшнего дня вы разрешаете своей вегетатике быть, с сегодняшнего дня вы разрешаете паническим атакам быть, вы разрешаете, что у вас не получится, вы разрешаете, что у вас случится это, это и это. Захотите в сортир по дороге на работу, выйдите, пойдете в сортир. Захотите, что вас потошнило, будете, пойдете, поблюете. Все. Но если вы садитесь в метро, а если я захочу писать, а если я захочу какать, если я какать, захочу какать, какать, так, где сортиры, какать, я же не даю, нет, я лучше не поеду никуда, если я какать захочу, блядь, захочешь посрать, выйдешь, посрешь, все, хватит. Понимаете, о чем я говорю? Чем сильнее вы сопротивляетесь, тем хуже вам в ответку. Поняли? Кто меня понял? Поднимите руки, скажите, понял. Супер. Закрепили. Молодцы. Аллилуйя. Это же касается ОКР. Это же касается обсессий. Только бы не сойти в сумму. Только что-то я об этом думаю. Ой, ой, я об этом не должен думать. ОКРщики это люди, которые думают о том, что если они об этом думают, то это ужасно. Поэтому они говорят, только бы об этом не думать, только бы об этом не думать, только бы об этом не думать. Почему они проверяют, почему они переделывают, потому что только бы ничего не случилось, только бы ничего не случилось. Нет ОКРщика, который говорит так, блядь, но если зальет дом, блядь, но буду что-то делать. Краны вроде все закрыты, и уебашил на работу, но у кранчика нет. Нет, если я залью дом, а если я залью дом, только бы не залить дом, так кран точно закрыт? Нет, если я залью дом, это же пиздец, соседи же, соседи, точно закрыл кран? Ага. Вы поймите, чем сильнее вы сопротивляетесь к перспективе, тем хуже вам обратно. Это всем понятно. Про ОКР, про всю эту историю, на 11 сезоне будет очень подробно. Володь, пожалуйста, вышли людям ссылку за скидки, еще раз там, скинем, ребятам нашим. Спасибо большое. Вот этот принцип, о котором я вам сказал, он за руку, вот, ребят, кто был на других сезонах, согласны, что именно этот принцип фундаментален в терапии в принципе. Чем сильнее вы что-то не допускаете, тем сильнее вас ебашит в ответ. А теперь все, спасибо, а теперь все вспомнили тот период, когда у вас начинались паники, тот период, когда у вас началась фигитатика, что вы так сильно не хотели? Вы не хотели, что с вами так себя вели, вы не хотели, что так с вами говорили, вы так хотели сделать идеально. Это, чем сильнее вы чего-то не хотите и не допускаете, тем хуже вы себя чувствуете. Поймите это. Поймите. Чем сильнее вы не хотите умереть, тем хуже вы себя чувствуете, потому что вы нахер подохнете все вместе со мной. Это факт. Но если мы подохнем, какая вам нахер разница, проживите, сука, эту жизнь нормально. Я не знаю, когда вы умрете, через 50 лет, через 60, а может быть завтра нас всех, блядь, собьет машина. Я не знаю, но я знаю одно, что этот отрезок вы можете прожить интересно, прожить весело. Потому что если вы, сука, умрете в 93 года ночью, вы прилетите на небо, и вам ангел скажет, ты что, пизданул ты, блядь, ты 60 лет как прожила, ты прожила 60 лет, только бы не умреть, только бы не умреть. Мы тебе дали дохуя время, чтобы ты пожила, блядь, попутешествовала, поразмножалась, повеселилась, а ты что делала, блядь, со своей жизнью, дура? Только бы не было этого, только бы не было этого, тебе будет пиздец, как жалко. Тебе будет очень жалко, что ты просто просидела дома, что ты просто ничего не делала, потому что ты боялась, что вдруг это случится. Да ты умрешь по-любому, все мы умрем по-любому. Проживите этот отрезок нормально, интересно, чтобы вы нахуй умерли и сказали, да, прикольно, все закончилось, но мне не жалко. Мне не жалко, потому что я этот отрезок прожила интересно, насыщенно, полезно и весело. Потому что если вы умрете 80 лет, и вы проживете большую часть жизни в том, чтобы не умереть, это верх идиотизма. И над вами все там, сука, посмеются со словами, как пизда, ты прожил эту жизнь. Задумайтесь об этом. Пишем. Мотивацией к терапии панических атак вегетатики является одно. Вам должно, сука, стать страшно прожить никчемную жизнь. Вам должно стать страшно, что с вашей жизнью будет, если вы не перестанете это делать. И если вам станет страшнее та перспектива, которая вам нарисуется, страшнее отпустить напряжение, паническая атака, окей, без проблем. Вегетатика, окей, без проблем. Мне страшнее прожить закрытую жизнь. Мне страшнее всю жизнь избегать метро, самолетов, не путешествовать, не ездить, не это, не то, не пятое, не десятое. Мне страшнее не попробовать разную еду, уже в темяшло, все в голову, а вдруг что случится. Мне это страшнее. Вы поймите это. Вот эта мотивация для вас должна быть самой-самой главной. Это ясно? Очень разжеванно по всем симптомам и ОКР, и причины. Мы будем говорить на 11 сезоне. Идем дальше. Это еще не все. Что я хотел с вами еще сегодня обсудить. Пишем. Значит, по технологии. Когда наши клиенты перестают сопротивляться вегетатике, сопротивляться паникам, доказывают себе на рефлексорном уровне безопасность вегетатики, паники, она заканчивается. Они передвигаются самостоятельно, но у них есть вот этот вегетативный градус. Они его не боятся, поэтому паник у них нет, агорофобия у них отступает, потому что они нормально передвигаются. Но у них есть напряжение. Вегетативное напряжение. Пишем. На втором этапе терапии, после проработки избеганий, после проработки разрыва рефлексов, после отступления навязчивых мыслей, потому что вы так хотели о них не думать, что они постоянно сыпятся, да, я буду думать о чем угодно, если в голову лезут члены, буду думать о членах, в голову лезут сумасшествия, вообще без проблем, буду сумасшедшим по полной программе. То есть, если вы начнете над этим юморить, но все эти упражнения подробнее на сезоне мы разбираем. Юмор, провокация, обесценивание, доведение до абсурда. Многим эти упражнения знакомы. О них детально будет на сезоне. Я хочу дальше сейчас пойти. Значит, вторым этапом является следующее. Пишем. Второй этап терапии. Вторым этапом терапии является следующее. Почему сохраняется вегетатика? Кто-то, может быть, поверил в то, что если у вас не будет панических атак, вы сразу выздоровеете. Кто был на этом месте? Кто купился на эту концепцию? Без панических атак будет все пиздато. Кто купился? Можно мне поинтересоваться? Да хера народ. Ну, я так и понял. Молодцы. И что, вам сильно лучше стало от отсутствия панических атак-то уже? Ну, вот у вас нет панических атак. Вы перестали беспокоиться. Что, очень сильно что-то поменялось? Полегче. Хорошо. Но поменялось. Смотрите, большинство людей говорят, что в принципе ничего не поменялось, кроме отсутствия паники. Правда же? То есть, по факту, отсутствие панических атак – это отсутствие привычки пугаться вегетатики. Кто со мной согласен? Нет терапии панических атак. Это наебка. Когда он говорит, я вас вылечу от панических атак, вас наебывают. В прямом смысле этого слова. Нет терапии панических атак. Есть просто обучение человека тому, чтобы он перестал пугаться вегетатики. Согласны? Потому что панические атаки, Светлана, это не невроз. Панические атаки – это испуг неправильной трактации вегетатики. Согласны? Вы перестали трактовать вегетатику как опасную, паники больше нет. Но неврозом никто не занимался. Вот я хочу вам объяснить, что если вам предлагают полечить задорохо панические атаки, это наебка. Идем дальше. Вторым этапом терапии неврозов является следующее. Нужно научиться понимать. Пишем. Нужно научиться понимать, да не пропали у вас панические атаки. Вы просто перестали пугаться вегетатики. Пишем. Внимание. Давайте чат. Стоп. Нужно понимать, что природу вегетативного напряжения, как я говорил в начале, природа, является эмоциональное состояние. Пишем. Как мы вводим себя в невроз и как мы себя в нем удерживаем. Как мы вводим себя в невроз и как мы в нем себя удерживаем. Панических атак у нас нет, агорофобии нет. Мы сейчас не об этом. Невроз – это совокупность концентрации на определенном состоянии. Слушайте меня сейчас внимательно. Новичкам будет теперь сложнее, потому что новичков я всех жду на 11 сезоне. Сразу вам скажу. Сейчас информация уже будет для более продвинутых людей. Кто уже справился с этими базовыми вещами и хочет дальше. Невроз – это состояние. Состояние всегда – это совокупность концентрации на чем-либо и интерпретации. Проще говоря, тревожное невротическое состояние – это концентрация на чем-то. Ну, например, возьмем такую историю, как апохондрия. Когда у человека возникает постоянная тревога внутри вашей психики. Ну, например, у вас есть какая-то проблема взаимодействия с людьми. У вас есть проблема по поводу смысла жизни. У вас есть проблема по поводу результатов жизни. У вас есть проблема по поводу взаимодействия с родственниками, с семьей. Уйти, развестись, не развестись. Очень многие девушки испытывают невроз, но как бы из-за личной жизни. Они понимают, что они проебали ситуацию, что они влезли в эту ситуацию, а выпрыгнуть как бы уже не могут. У них начинается метафора тупика и безвыходности, вегетатика поднимается, начинает метаться, не знает, что делать. Многие мужики страдают неврозами, потому что они пытаются добиться больших результатов, а у них не получается. И они трактуют эти отсутствие результатов, как доказывающие, что он лошара. Кто-то потерял бизнес, кто-то не может бизнес построить, кто-то не может создать ту семью, которую хочет. Но сейчас не об этом, окей? В любом случае, смотрите, что происходит, что такое состояние. Когда у вас в жизни возникает повышенное напряжение эмоциональное, ваша вегетатика поднимается. Слушай меня внимательно, пожалуйста. Когда вы начинаете концентрироваться на вегетатике, происходит следующий феномен. Пишем физиологический пример номер три. Сейчас все взяли руку, ладонь свою, взяли. Положили ладонь либо на стол, либо положили ладонь на колено. Своё колено. Но можете положить на колено кого-нибудь рядом. Неважно, положили ладонь. Все положили ладонь. Концентрируемся на том, что вы чувствуете под ладонью. Что под ладонью? Думайте, внимательно концентрируйтесь. Шершаво, тепло, холодно. Какая текстура под ладонью? А теперь, блядь, не пишите ничего. Концентрируйтесь на ладонью. Что вы чувствуете под ладонью? Текстуру какую? Детально текстуру. Теперь внимательно меня слушаем. Концентрируйтесь на текстуре детально, а про себя говорите таблицу умножения на три. Поехали. Концентрируйтесь на ладонью, но говорите трижды. Один, три, три, два, три. Таблицу умножения про себя и концентрируйтесь на ладонью. Что получается? Что получается? Нихуя у вас не получается. Объясню почему. Слушайте меня внимательно. Я попытаюсь с вам только этой физиологической штукой вам очень сильно помочь. Пожалуйста. Все. Слушайте, пожалуйста. Внимательно. Принцип физиологии гласит. В одну единицу времени вы можете концентрироваться только на чем-то одном. И то, на чем вы концентрируетесь, называется фокусом. Когда вы концентрируетесь на чем-то одном, вся ваша физиология на этом сконцентрирована. Поэтому неврозы – это принцип концентрации на своем внутреннем состоянии. Когда у вас вегетатика и тревога, вы начинаете как бы вовнутрь концентрироваться. И вся ваша физиология как бы субъективно усиливается, потому что вы просто на самом деле концентрируетесь на вегетатики, так же, как вы концентрируетесь на ладони. Поняли? То есть вы постоянно уходите вовнутрь. Самочувствие, пульс, давление, сердце, вегетатика, состояние, невроз, невроз. Вы как бы внутрь окунаетесь. И вы начинаете как будто в банке находиться. Согласны о чем? Понимаете, о чем я говорю? То есть вы концентрируетесь на внутренних ощущениях и на ощущениях тревоги и на том, как от этого избавиться. Все оставшиеся стимулы в виде личной жизни, обстоятельств жизни, они как бы уходят на дальний план. Вы сконцентрированы, сфокусированы на себе. Чтобы выздороветь, в кавычках, от невроза, очень важно тренеру, мотиватору, консультанту, таким, каким являюсь я, выдернуть вас из этой концентрации на себе, внимание, пишем, и сконцентрировать вас на тех обстоятельствах, которые вводят вас в напряжение. Здесь вот очень сложно, порой, бывает. Потому что вот вы видели сегодня в чате упоротые люди, которые писали про свою сосуду, сосуды, боль головная, сосуды. То есть это люди, которые сконцентрированы в банке. Чтобы им помочь, их надо вырвать из этой концентрации, переключить туда. Помнишь, о чем я, ребята? То есть чем сильнее вы концентрируетесь, пишем, на желании справиться с неврозом, тем хуже пишем. Чем сильнее вы хотите справиться с неврозом, тем хуже. Парадокс. Отсюда мой подход звучит следующим образом. Преврати терапию в веселую прогулку. Не нужно перебирать в интернете Фрейда. Не нужно читать с утра до вечера книги. Не нужно смотреть YouTube все, что ни попадя, чтобы только выздороветь. Вы только хуже себе делаете. Вы начинаете замыкаться. Вы начинаете концентрироваться на том, на чем нельзя концентрироваться. Вы положили ладонь на свое самочувствие и вот вы живете. Как у меня? Как у меня? А у тебя как? Как у меня? У тебя проблема вообще в другой сфере. У тебя проблема, например, в неуверенности. У тебя проблема, например, в сфере личных отношений. У тебя проблема в требовательности к себе, к перфекционизму и к окружающим перфекционизму. У тебя проблема в определенных стратегиях жизни, которые никак не могут реализоваться. Но ты не можешь почувствовать эту проблему, потому что ты не можешь думать об этом и об этом одновременно. Все это понимают? Поэтому многим мои ролики не заходят, потому что те люди, которые способны убрать трубку в свои жопы и начать думать об этом, вот у тех получается, когда мы здесь решаем вопросы своего реагирования, а когда люди упороты, вот концентрация на терапии неврозов, надо вылечить неврозы, внутренний конфликт, может быть, вегетатика, а кому помогло, какая статистика, а что будет, нельзя. Вы все больше и больше будете погружаться в это состояние. Согласны? Очень много моих клиентов говорили примерно следующее. Вы знаете, Алексей, я смотрю два года ваши видео, я смотрю еще два года видео ваших коллег по ютюбу, я никак не могу понять, что мне делать. Я говорю, перестань смотреть. Перестань смотреть, перестань читать, перестань изучать. Давай с тобой просто отвлечемся. Просто отвлечемся, расскажи мне, что у тебя с мужем, просто расскажи, что тебе с матери, что у тебя с отцом, расскажи, что тебя бесит, расскажи, что было перед началом вегетатики, расскажи, что вообще, как ты живешь, кто ты, меня зовут Леша, тебя как меня зовут, Марина. Марин, помнишь, когда у тебя паника началась? Да, помню, когда это было. Ну, так далее. Ну, расскажи просто про свою жизнь, не забудь про свою невроз, блядь, нахуй. Просто расскажи про себя. Со свадьбы, прекрасно, расскажи про свадьбу, что у тебя за парень, как его зовут. кто его зовут? Его зовут Коля. И что Коля? Ну мы с Колей встречались, потом мы поняли, что мы не подходим друг другу. Но родители настояли на свадьбе. Я думал, что Коля изменит. Но Коля говорит, что я не изменился, сука! И я не знаю, что с этим делать. И говорю, OK, когда у тебя началась паник? Она началась через полгода после свадьбы. Что ты думала о том, когда у тебя эти полгода были? Я говорю, я не знала как с ними остаться, потому что я не знала, как это... Родственники поймут. Я не знала, как тут себя вести я уже там ипотеку подписали понимаете о чем я и она ко мне приходит через две недели говорит Леша я поняла это пиздец оказывается мое самочувствие было связано с тем что я не могла решить вопрос с этим Колей и так далее и тому подобное но я кучу времени потерял на концентрации про свое здоровье я говорю конечно и когда мои клиенты выдергиваются с одной концентрации на другую концентрацию вот тут у них происходят все терапевтические процессы которым я помогаю поняли поэтому если вы вступаете в какие то сообщества если вы вступаете в какие то группы где вы с утра до вечера начинаете рассказывать слушать про неврозы слушать про симптомы пытаться это изучать это плохо это концентрирует вас на информации вы пытаетесь это понимать у вас через два месяца начинает взорваться мозг на словами блять что же делать я не понимаю красть как это одно голокупенко другое что блять делать отвлекись 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 вот просто выйди вот так вот со стороны и просто посмотри вот так на свою жизнь ну да началось вот так а когда у тебя началось ну так что тебя бесит что тебя раздражает а то то нужно кто тебе не нравится какие результаты ты и такими результатами ты недовольно чем то недовольна в жизни как у тебя личная жизнь как к Matsuda эта половая жизнь Ты вообще бываешь настоящий? Ты умеешь радоваться, умеешь веселиться. Что тебе не нравится? Тебе сколько лет? Тридцать восемь. Вот ты довольна своей жизнью? Нет. Расскажи, чем ты недовольна. А мы что, о симптомах не будем? Мы насунь в жопу, блядь, свои симптомы. Расскажи, чем ты недовольна в жизни. Понимаете, в чем подход? Понимаете? Вот когда вы перестроитесь и сможете меня услышать и начать размышлять со мной об этом, вот тут у меня есть шанс и у вас решить эти проблемы. Потому что все эти проблемы, о которых я сейчас сказал, они решаемы. Потому что все клиенты, которые осознали эти вещи, они изначально сказали, блядь, пиздец, это нерешаемо. Нерешаемо с мужем. У меня была клиентка, недавно закончила терапию. Она меня нашла, не помню, то ли год, то ли полтора, но прикол в том, что удивительным образом, буквально за два занятия, я сейчас себя не хвалю, просто пример, она концентрировалась на своей дереализации. Она все концентрировалась, каждый день дереал, дереал, она в форуме, там, дереал, дереал, у кого дереал. И я говорю, засунь в жопу свой дереал, расскажи мне, что у тебя в жизни происходит. И когда мы с ней научились прояснять некоторые вещи с мужем, когда мы с ней начали диалог с мужем, и когда у них в этом диалоге состоялся тот самый диалог, и что-то, она говорит, ты знаешь, я что-то не поняла, а что ты сделал? Я говорю, что такое? Она говорит, ты знаешь, я как-то уже несколько дней вообще не замечаю проблемы, вот то, о которой я говорил, то, что я к тебе пришла, ты шо, она какая-то странная. Я говорю, ну да. Я говорю, а что ты сделала? Она говорит, ты знаешь, я вот тебя послушала тогда, там, пару недель назад, и я поняла, что я вот все-таки поговорила так, как ты говорил с мужем, мы это обсудили. Ты знаешь, он не так просто это воспринял, я думал, может, что будет по-другому. Мы с ним решили вот это, сейчас мы будем делать это, сейчас мы с ним слетаем в Грецию, а потом мы с ним будем думать по этому вопросу. И как ты себя чувствуешь? Ты знаешь, вы гораздо лучше. Я говорю, сколько ты лет, блядь, мозг себе проебал? Он говорит, по-моему, около полутора лет. Я говорю, прекрасно. Мораль неврозы – это концентрация, это состояние. То есть, если вы вводите себя в состояние внимания к своему организму, вы пиздец как попали. И пока такой пизданутый, как я, не выдержит, почему я ору, ну, как бы громко говорю, почему я привожу такие яркие примеры? Потому что, добрый день, сегодня мы поговорим о ветососудистой дистанции, это не опасно, надо дышать, дышать, да Джекобсон может вам помочь, ничего страшного. С таким подходом люди не смогут вырваться из одного фокуса состояния в другой. Почему у Тони Робинса все, блядь, пляшут, как сумасшедшие? Потому что Тони прекрасно знает все, что связано с физиологией. Он прекрасно знает, чтобы поменять ситуацию у человека, его надо выдернуть. Его надо выдернуть эмоционально. Вот это вот, здравствуйте, мы сегодня будем говорить про панические атаки. Сука, ты не способен поменять эмоциональное состояние человека. Согласны? Вы уже сейчас в каком эмоциональном состоянии находитесь? Вот сейчас в каком? Уже получше, правда? Вот это и есть тот самый трамплин, который даст вам подумать о другом. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы подумать о своей жизни, о том, когда начиналось, что с мужем, а что с женой. И вот на сезоне, почему он едет 10 недель? Два раза в неделю вы получаете такие пинки и конкретику по инструментариям. И вы начинаете применять это в своей жизни. А не концентрентная вегетатика, экстрасистолия. Почему я не отвечаю на вопросы про симптомы? Все поняли? Это бесполезно. Потому что лезть в эту банку, это абсолютно бесполезно. Ты ему пока побашки не дашь. Расскажи мне, сука, что у тебя с мужчиной происходит. Что это происходит с людьми? И оказывается, что вот здесь, в реальности, происходят конкретные вещи, на которые конкретно человек не может найти выход. У кого-то безвыходная ситуация, как ей кажется. Например, там, с мужем, с женой, ипотека, кредиты, отсутствие работы, отсутствие уважения. Страх, произвести плохое впечатление. Какая-то ситуация, подстава, кто-то бесит, кто-то раздражает, кто-то обижен на кого-то. Кто-то не умеет, в принципе, жить самостоятельно. Вы не представляете себе, ребята, сколько в моей терапии за 10 лет было людей, которые несколько лет мариновались в этой банке неврозов, вступали в сообщества, где якобы они друг другу помогают. Нет, ничего смешнее. Вот поверьте, ничего смешнее нету, как придумать историю, где все якобы невротики друг другу помогают. Это наебка чистой воды. Объясню. Не существует сообщества, которое поддерживает определенный микроклимат, который решает другие ситуации. Эта концентрация все равно в одной фазе. Да, они там взаимодействуют, там им прикольно, веселее, им там весело, но это не решает изменения глобальные. В людях не решает ничего. Они там все дружат, и там все хорошо, но глобально ничего не меняется, понимаете? Вот это важно понимать. Поэтому необходимо выдергиваться из одной концентрации, менять эмоциональное состояние, которое позволит вам решить эти вопросы. Понимаете? Эти вопросы. Вот этот момент очень важен. Теперь дальше. Я хотел привести пример. Я не знаю, может быть, он для вас будет близок, может быть, не очень. Значит, слушай, пожалуйста, сейчас мне внимательно. Очень часто в патоэтиологии, в происхождении неврозов является то, что человек, в принципе, не очень умеет жить сам. Послушайте, о чем я. Вот мы на женском интенсиве будем говорить об этом в конце сентября. Девчонки, я вас всех приглашаю, про мужиков, про отношения, про самооценку будет очень подробно. Но лучше сначала пойти на сезон. Это дополнит очень хорошо. Поверь мне. То есть сначала иди на сезон, а потом на женский интенсив. Это недорого, поверьте. Это очень недорого. Соответственно, очень часто бывает так, что вот это напряжение, оно связано с тем, что люди вообще самостоятельно жить не могут. Они живут либо с советами родителей, либо опорой на какого-то мужчину. В среднем, картина выглядит так. Я никогда не умела жить самостоятельно, я очень быстро облокотилась на это и на это. Неброс начинается тогда, когда что-то зашаталось. Ну, Алексей, меня ебашит в ВСД. Я говорю, серьезно? Какая у меня ожиданность? Правда? А ты не думала, а почему? И оказывается, очень часто в терапии неврозов это отсутствие личности. Отсутствие личности. То есть личность как бы есть, но она не может быть самостоятельной. Потому что страшно, что ошибетесь. Страшно, что не понравитесь. Страшно, что сами не справитесь. Теперь тема принятия решений. Второй фактор создания неврозов заключается в следующем. Суть заключается в следующем. Очень часто люди страдают неврозами, потому что не могут принять решение. Кто чувствует, что у него проблемы с принятием решений? Вот. Очень часто. Я вам просто подсказку даю. В этиологии ваших неврозов, с которыми вы пытаетесь справиться, это невозможность принять решение. Пишем очень внимательно то, что я скажу. Может, скоро заканчиваю. Подумайте сегодня все. Возьмите лист бумаги. Напишите в строчку, какие решения вы откладываете. Это первое. Какие решения вы откладываете. Второе. Почему вы эти решения откладываете в мотивационную часть, так сказать. Поняли о чем я? Напишите в мотивационную часть, почему я откладываю эти решения. И вы увидите, что кто-то напишет в мотивационной части. Следующее. Я откладываю решения, потому что я точно не знаю, как будет правильно. Кто-то скажет, я откладываю эти решения, потому что боюсь, что не получится. Кто-то скажет, я откладываю эти решения, потому что боюсь, что пожалею. Кто-то скажет, я откладываю эти решения, потому что я болею ВСД. И когда я выздоровлю, я обязательно эти решения приму. Никогда вы не примете эти решения, если объясняете себе, что вы болеете ВСД, и вам надо просто выздороветь. ВСД, и невроз, является здесь оправданием, откладыванием принятия решения. Вы говорите, вы знаете, я вот так себя веду, потому что я больна. Я вот так, я не принимаю решения с мужем, и с работой, и с женой, потому что я больна. Вот когда я прозрею, вот тогда я буду об этом думать. Если то, что ты сейчас слышишь про тебя, послушай меня внимательно. Ты себе объясняешь причину откладывания важных решений, которые способны поменять твою жизнь, потому что ты боишься. Но ты себе объясняешь это некой болезнью. Ты объясняешь себе, что сейчас не время, я больна, тут мне не получится, а я же вообще такая больная. А как я тут сама-то буду? То есть мне нужно поменять работу, мне нужно принять решение здесь, так я себя плохо чувствую. Запомни раз и навсегда, ты себя плохо чувствуешь, потому что ты ссышь принимать решение. А ссышь принимать решение, потому что ты очень сильно боишься перспективы, которую ты не хочешь принять в случае чего. Если не получится, ты не знаешь, как себя вести. Если не понравится, ты не знаешь, как себя вести. Многие девушки откладывают личную жизнь, потому что боятся, что их бросят. И она вообще не живет личной жизнью. А она рассказывает всем классическую историю. Ты знаешь, мне не до этого, зачем мне мужчина, у меня вот такой вибратор, блядь, дома лежит. Зачем мне, мужики? Это все не главное, это все мирское. Эти долганные, сука, дауншифтеры, которые съебались, блядь, в Азию. Вы что думаете, они от лучшей жизни съебались? Они съебались в Азию, потому что они не умеют жить в этой жизни. Они не могут жить в этой жизни, они не приспособлены к этому. Они не могут реализоваться в этой жизни, они не знают, как жить с людьми. Им плохо с людьми, потому что им плохо. Конечно, они уезжают и учат вас в Инстаграме, как веганить в Азии. Конечно, в Азии веганить прекрасно. Только когда у тебя температура минус 30, блядь, за окном, я посмотрю на это, как ты себя будешь чувствовать. А когда у тебя плюс 28 круглый год, это другой вопрос. Так вот, когда ты не можешь принять решение, выпиши, какие решения ты откладываешь. Выпиши, почему ты их откладываешь. Увидь, эти страхи какие ты откладываешь. Увидь, почему ты их откладываешь. Дальше ты начинаешь работать с этим страхом. Запомни раз и навсегда, что все страхи принимать решения связаны с последствиями, которые ты никак не можешь допустить. Пишем следующее. Страхи последствий связаны только с двумя моментами. Это то, что ты преувеличиваешь последствия и то, что ты категорически их не хочешь. Либо ты оцениваешь это. Ну, например, если я приму такое решение, все подумают, что я проститутка. А я не хочу, чтобы все подумали, что я проститутка. Поэтому я откладываю принятие решения. Но откладывая принятие решения, я засовываю, сука, свою жизнь в унитаз. И мне плохо от этого, Алексей, у меня ВСД. Я говорю, давай подумаем. Если ты примешь такое решение, и скажем, кто-то подумал, что проститутка, это сильно твою жизнь изменит. И когда она приходит ко мне через два месяца и говорит, ты знаешь, мне пиздато. Мне так до пизды, что обо мне подумают, я выздоровел. Я говорю, какая неожиданная. Сколько ты ВСД лечила? Много. Запомните, вам лечить надо не ВСД. Вам лечить надо решение, которое вы не можете принять. Вам лечить надо отношение, которое вы не можете к вам допустить. Понятно это или нет? Если вы будете концентрироваться на неврозах, на группе невротиков, на сообществе невротиков, лечить невроз, смотреть видео на YouTube, вы попали. Вам надо уметь принимать решение. На сезоне будет дохера всего интересное. Я хочу бесплатно сегодня людям помочь, потому что это видео будет на YouTube, скорее всего. Понимаете? Я хочу, чтобы люди это увидели. Я заебался видеть тысячи людей. У меня полно работы и с менеджерами, и с топ-менеджерами, и с девушками. Мне не жалко отдать бесплатно всю эту информацию. Я хочу, чтобы люди это поняли. Потому что пока они будут вариться в этом контенте, им пиздец ничего не поможет. Так вот, идем дальше. Подумай, почему ты не можешь принять решение. Еще раз. Либо ты слишком катастрофически относишься к последствиям. Если я разведусь, если я уволюсь, то у тебя рисуются, помнишь, как по принципу Лимона, да? У тебя рисуются концепции, как оно будет, а что будет, если, та-та-та-та-та-та-та-та. У тебя начинаются образы вперед. Образы, образы и образы. Работать с этими образами. Вот когнитивно-пунической терапии, как вспомогать с этими образами работать. Вот у меня есть клиентка. Мы с ней попрощались буквально вчера. Она закончила свою терапию. Она занималась по скайпу. Вы знаете, дай бог всем моим коллегам таких пациентов. Мы с ней прозанимались. Она была на точке роста. Точка роста – это второй. Она была на сезоне, на десятом. Потом была на точке роста и пришла на персоналку. Сезон, точка роста и персоналки. Я сейчас не рекламирую сезон, точку роста. Просто рассказываю, что произошло. Хотите, я вам поделюсь вот этим кейсом? Два секрета. Женщина изменилась до неузнаваемости. Я сам охренел. Как быстро. Поделиться, что она интегрировала. И многие, кто меня знает, это поймут. Первый секрет. Она интегрировала в свою жизнь вариативное мышление. Раньше она не могла что-то делать, потому что думала, что будет только так. Но когда она интегрировала свое мышление, а может быть так, а может быть так, а может быть так, я не знаю, может быть так. Это первое. А даже если будет так, ничего в этом нет ужасного. Я буду действовать так, буду действовать так, буду действовать так. Как только мы с ней отточили вариативность и принятие самого худшего, и план действий в самом худшем, она поменялась до неузнаваемости. Даже муж, который был для нее очень, в принципе, такой непростой человек, говорит, слушай, как-то ты это изменилась. И таких клиентов у меня сотни. Вы просто, просто не можете. Вот вы затягиваетесь в сообщество, вы затягиваетесь в контент. Почему я такой эмоциональный? Почему Тони такой эмоциональный? Надо вытолкнуть вас эмоционально из этой ямы. Понимаете, о чем я? Не просто информировать вас, а вытолкнуть эмоционально. Вот почему на моих сезонах люди чувствуют подъем, почему они потом делают прорывы. Потому что благодаря тому, что я отдаю вам, вы способны начать диалог с кем-то. А если кто-то не идет с вами на диалог, вы говорите, окей, давай подумаем, если будет так, если будет так, если будет так, если будет так. И когда мотивационная часть моей работы подталкивает вас к решениям, вот тут у вас начинает все меняться. Но если вы сядете у себя дома, если вы сядете у себя в ютюбе, в книгах, это неэффективно. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. И третья часть. Кому интересно, мне завтра с утра 10 пациентов. Главное, чтобы голос остался. Третья часть, о которой я хотел пью Кока-Колу. И третья часть, которую я хотел посвятить сегодня. Это тоже не для новичков. Еще раз хочу вам дать скидку. Вот она. Потому что, если вам нравится, пожалуйста, приходите. Мы уже начинаем в понедельник. Кто не сможет смотреть онлайн, будет смотреть копии. Копии без помех. Если у кого-то помехи, у кого-то что-то квакает, пожалуйста. Если вы будете смотреть это видео в письме, которое вам прикрепят, тоже ссылка будет в описании. Значит, смотрите. Третья часть. Слушайте меня внимательно сейчас. Очень важно. Смысл жизни. На этом мы заканчиваем. Очень много людей впадают в депрессию. Помимо неврозов возникают такие проблемы, как депрессия. Очень такая большая-большая проблема тема смысла жизни, которую люди ищут, которые не могут найти. Тревога возникает у многих людей, потому что они хотят реализоваться. У них есть такая детская стратегия. Я должна что-то сделать, чтобы быть уважаемым. У кого есть такая стратегия? Чтобы меня уважали, любили, я должна что-то заслужить. Вот вы и поэтому и здесь находитесь. Потому что вы своими заслугами пытаетесь себя мерить. И все, что идет в пику вашим достижениям, как к вами реагируется. Согласны? То есть, если ваша стратегия, что меня можно любить только за достижения, все обстоятельства, которые будут препятствовать этому достижению, будут вами реагироваться в пику. Эти пики будут накапливаться, потом у вас будет вегетатика, паника, и поехали, вы пришли в какое-то сообщество и засели там сколько на 5 лет. Хотя вам там типа помогают. Так вот, слушайте меня. Давайте сейчас про смысл жизни, потом сначала про стратегию. Окей. Значит, очень много клиентов с неврозами имеют стратегию, что меня можно любить только за что-то. Конечно, на сезоне я расскажу, как детство, как с этим связано, почему так много профессор Фройд говорил про детский период и про сексуальность. Мы будем, кстати, много говорить на 11 сезоне. Я мало говорил про сексуальность на предыдущем сезоне. Я хочу поговорить на 11 сезоне про сексуальность побольше. Про подавление сексуальных влечений. Фрейд об этом не просто так говорил. Потому что сексуальность – это настоящие вы. А вот это вот – это не вы. Это кто, блядь? Вот это кто? Здравствуйте. Я хорошая девочка. Я мальчик правильный. Вот я хочу вам… Но это попозже, это сейчас будет слишком перегруз для вас. Когда в детстве ребенок имеет стратегию, что его можно любить только за какие-то заслуги, за какие-то достижения, все, что на пути его жизни будет препятствовать достижению, будет обреагироваться невротическим образом. Всем это понятно. Кому понятно, скажите, понятно мне это. Сейчас очень многие уже могут понять, что начало их вегетатики когда было, зайка? Вот если у тебя есть такая стратегия, просто вспомни, когда у тебя началась вегетатика, ты увидишь, что вот эти 6 месяцев до начала вегетатики и паники – это что? У тебя что-то не реализовывалось, согласна? У тебя просто что-то пошло в пик у твоих стратегий. Кто-то тебе мешал, что-то тебя не получало, что-то тебе угрожало. Ты просто накопил эти угрозы и слишком сильно испугалась, потому что тело отреагировало на эти угрозы определенным образом. То есть на самом деле лечить надо тут не ВСД, а лечить надо твою стратегию, что любить и уважать тебя можно только тогда, когда ты будешь достигать определенных результатов. Понимаете, о чем я говорю? Понятно? Стараюсь, что тебя не хвалят. Мне надо пизды, хвалить вы мне или нет. Алексей, не угорьтесь матом. Блядь, ребята, я такой человек. Я очень эмоциональный и у меня тренерский подход. Тони Робинс, я. Мы все пизданутые на всю голову, но мы пытаемся вот этим своим состоянием вас разбудить, потому что вы не можете решить ситуацию в вашей жизни, будучи в том же эмоциональном состоянии. Поймите это. Фрейд туда же, абсолютно верно. Элис. Смотрите, Элис. Элис вообще нахуй посылал своих клиентов с сигаретами. Говорят, ну и ты заебал меня своими убеждениями. Поймите, вас можно выдернуть из этого только тогда, когда вы сможете прийти и сказать, ни хуя себе какой психолог, или я думаю, меня нахуй не пошлют. У вас раз смена парадигмы, и вы взбодрились, и вы услышали то, что вы хотели услышать, и то, что вы должны были услышать. Просто подано это, совершенно по-другому. И дело тут не в мате, а дело в том посыле, которое пытались, чтобы вы встряхнулись. И даже те женщины, которым было изначально некомфортно слушать какие-то матерные слова, они потом писали мне письма, говорят, ты знаешь, конечно, не всем это подойдет, но я тебя поняла, я вот как бы, да, ты знаешь, удивительно, спасибо. Ты, конечно, пиздану-то на всю голову, но ты мне очень сильно помог. Вот так выглядит примерно письмо этих женщин. Окей, теперь смотрите. Работать вам придется с этой стратегией доказательства себе, что любить вас можно только за какие-то заслуги. Это тоже очень важный элемент, который надо рассматривать в терапии неврозов, в терапии, которую на сезоне мы будем рассматривать. Всем это понятно. Поэтому, если у тебя эта проблема есть, просто вспомни обстоятельства, которые идут в пику, в пику этой стратегии. Вот в пику этой стратегии. Ты увидишь работа, пример, хотите кейс? У меня есть клиент, у него есть стратегия, та, которую я вам сейчас сказал. И все обстоятельства, деньги, бонусы, проекты, как только в этих процессах идут косяки, угадайте, как он себя чувствует. Угадайте, как он себя чувствует, если у него с этой стратегией идут косяки по проектам. Он сразу сжимается. Он не зарабатывает деньги просто потому, что ему интересно. Он зарабатывает деньги, потому что деньги для него являются мерилом его достижений невротических вот этих моментов. Я вам честно могу сказать, неплохо носить дорогой галстук, неплохо ездить на хорошей машине, неплохо жить хорошо. Это неплохо и нехорошо. Это просто часть. Плохо, когда для тебя это невротический смысл. Потому что если ты, в принципе, способен выкинуть нахуй этот галстук и, в принципе, его потерять в любой момент, вот тогда это просто, ну, был галстук, ну, нет галстука, ну, всякое бывает. Но если ты говоришь, этот галстук, это значит, что я молодец, если этот галстук на мне есть, это значит, что все, теперь я могу. Все, что будет угрожать этому галстуку, будет вызывать невротическую обреакцию. То же самое касается денег, самооценки, финансов, девочки возле тебя. Если эта девочка возле тебя доказывала тебе, что ты, сука, охуительный мужик, и эта девочка сказала, Вася, извини, нам надо расстаться, видишь, кто теперь вместо меня будет ее трахать, значит, он лучше, чем я. А-а-а-а. Все, ты попал, потому что эта девочка для тебя была не просто девушкой, она была для тебя тотемом, которого ты использовал как доказательство своей самооценки. Ты просто взял себе тотем, взял себе две ноги, известное пространство, и если она со мной, это доказывает, что, собственно говоря, я офигенный чувак. И как только у тебя с этой девушкой начались проблемы, у тебя сразу началась фигетатика, потому что для тебя, оказывается, все, тотем потерялся. То же самое касается всего остального. Машины, денег, девушки, мужчины. Если он меня трахает, значит, я что-то из себя представляю. Вот так она говорит. Если он со мной не спит, значит, я из себя ничего не представляю. Поэтому давайте, ребята, на лицо! Что вы делаете? Понимаете? Это к девушкам сейчас немножко адресовано. Потому что есть ли тут кто? Многие не поднимаются высоко. Вот эти все стратегии. И как идет в пику ситуация и вызывает ваши реакции. Далее. Технология управления эмоциональным состоянием заключается в следующем. Пишем. Чем мы будем заниматься на одиннадцатом сезоне? На одиннадцатом сезоне мы с вами начнем с симптоматики для новичков с подробным разъяснением упражнений. Но в большую часть мы будем заниматься тремя вещами. Пишем. Первое. Как мы вводим себя в определенное состояние. Второе. Как мы удерживаем себя в определенном состоянии. И третье. Как это изменить. Вот то, что вы сегодня были у меня на мастер-классе. Это попытка вытащить вас из привычного эмоционального состояния. И только в нем вы можете понять некоторые инсайты. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если бы я не помнил бы вашу энергетическую внутреннюю составляющую, вы бы не поняли, о чем я пытаюсь вам говорить. Вы бы сидели и слушали про сосуды, про симпатическую, парасимпатический отдел нервной системы, про адреналин и про то, что это не страшно и это безопасно. Возможно, вы бы это поняли. Но заброса в глубинные изменения не было бы. Поняли? Так вот, о чем я? Мы будем учиться на сезоне именно управлять и менять ваши привычки эмоционировать по определенному образу. То есть, не ситуация вас заставляет относиться эмоционально, не какие-то брошенные женщины, не брошенные мужчины. Вы не можете принимать решение не потому, что будет катастрофа, а потому, что вы трактуете это как катастрофу. Согласны? Вы, когда не можете принимать решение, запомните, что вы делаете. Пишем. Если вы не можете принимать решение, вы ставите крест на своем развитии. И вы от этого и страдаете. Потому, что неврозы – это кризис развития. Запомните это все и навсегда. Невроз – это кризис развития. Радуйтесь, если у вас есть невроз. Если у вас невроз, вы находитесь в кризисе развития. А кризис – это что? Это всегда возможность. Это возможность не стать таким же, как вы были. Это возможность стать другим. Многие клиенты говорят, Алексей, пожалуйста, сделайте так, чтобы я была такой же, как я была раньше. Кто так хотел? Только честно. Кто шел на этот семинар со словами «пожалуйста, хуй, бы он сделал, чтобы я была такая же, как в прошлый раз. Чтобы это хуйни не было вегетативно, чтобы я была такая же». Вот. Вот слушай меня внимательно. Слушайте меня сейчас очень внимательно. Вам нельзя хотеть быть такими же, какими вы были, что привело вас к неврозу. Абсолютная глупость – хотеть стать такой же, из-за которой вы к неврозе пришли, и вы должны притискать «я хочу быть другой», чтобы больше этой хуйни в своей жизни не повторять по отношению с мужиками, с баблом, с самооценкой и так далее. Нельзя хотеть быть такой же. Надо хотеть измениться. И если вы в неврозе, это значит, что вам надо как раз-таки поменять то, из-за чего вы пришли к неврозу. Это всем понятно. Но чтобы это поменять, нужно вас, сука, взбодрить, открыть вам глаза и повернуть вас раком на 360 градусов. Тогда есть возможность. И последнее. По поводу смысла жизни. Я уже говорил сегодня, что в терапии неврозов очень важно испугаться. И очень важно испугаться того, вот знаете, возвращаясь к этому тезису, у меня есть каждый год премия за тезис года. Пока что выигрывает один тезис, который номинирован на лучший тезис года 2018. Тезис звучит так. Алексей, здравствуйте. Моя жизнь, моя личная жизнь полное говно. Но я боюсь принять решение, потому что я боюсь, что не найду такого же. Понимаете? Вот это, в принципе, объясняет то, как люди подходят к своим решениям, к своим проблемам. Алексей, я заболела неврозом. Пожалуйста, сделайте меня такой же, как я была раньше. Я говорю, ты очень в этом уверена? Да. Я говорю, но если ты будешь такой же, как раньше, ты к этому же и придёшь. Они не понимают, что вегетатика и их симптоматика это указатель на то, что то, какой ты была и как ты жила, и как ты жил и что-то делал, привело тебя к этому кризису. И чтобы из кризиса выйти, надо поменяться. Поменяться в мышлении, в привычках, в поведении. Вот тогда ты выглядишь на новый уровень. Многие люди ищут смысл жизни. У многих очень много депрессии по поводу смысла жизни. Кто ищет смысл жизни? Своё предназначение? Есть такие? Кому нужно узнать своё предназначение? Давайте заглянем в словарик. Предназначение сейчас буду ванговать. Хотите про предназначение? Предназначение. Давайте посчитаем ваше. Скажите мне, когда вы родились, вашу дату, пожалуйста. Скажите мне точно высокое время, когда вы родились, потому что если вы время не скажете, я не скажу вам ваше предназначение. Вот это всё полное мракобесие. Объясню почему. Проблема заключается в том, что никакого предназначения нет. Есть на этой планете только одна штука. Это по особности людей склонности. Послушайте мне, пожалуйста, внимательно. Все люди хотят быть счастливыми. Правда же? Предназначение это про счастье. То есть человек говорит, я хочу быть счастливым. Правда же? Да. Но чтобы быть счастливым, у вас есть такая заеба в голове, что надо найти свое предназначение и свой смысл, тогда я буду счастлив. Вот здесь начинается полностью ошибка. Счастливым вы будете тогда, когда вы будете просто делать то, что вам хорошо и нравится, и то, что вам приносит деньги, и то, что вы интерпретируете как полезное или удовлетворительное. То есть, когда у вас финансовая и самоактуализирующая часть в балансе. Согласны? То есть, когда вы деньгами довольны и когда вы делаете то, что вам по кайфу. Правда же? Вот посмотрите, две части вы занимаетесь тем, что вам по кайфу и еще у вас и деньги есть. Так ведь? Вот эти две части. Это компания про счастье. Многие думают, чтобы найти вот эту часть, нужно начать найти свое предназначение. Это неправда. чтобы сделать вот эти две части про деньги и про кайф то, чем вы занимаетесь, вы должны просто понять, что у вас получается хорошо и научиться это монетизировать. Ну, например, вы хорошо делаете обувь. Вы кайфуете от обуви, вы кайфуете подбивая что-то и так далее. То есть, если у вас руки заточены под обувь и вы поняли, что обувь у вас хорошо получается, то кайф в этом смысле будет являться то, что вы делаете обувь, но умеете это грамотно продавать, пользуясь инструментами современного маркетинга. Если у вас есть талант писать тексты, если у вас есть талант считать или систематизировать, вам просто надо подумать, как этот талант монетизировать. Многие люди говорят я не знаю в чем у меня талант, я пойду и поищу свое предназначение в картах каких-нибудь там. Есть одна формула, один секрет как найти свое предназначение. Оно для многих покажется странным. Эта же самая формула работает по поводу мужа. Кто хочет найти мужа? Кто хочет найти девушку? Кто хочет найти парня себе? Есть одна простая история. Она вам не понравится, ребят. Она вам не понравится то, что я сейчас вам скажу. Потому что чтобы найти свое место в жизни, чтобы найти свою женщину, свою девушку, себя, если хотите, свою работу, вам надо найти свои способности и таланты и вам надо пробовать. Но пробовать вы не умеете. Потому что вы боитесь пробовать раз и считаете, что это плохо два. Вам всю жизнь говорили, что пробовать это размен, это непостоянство, шлюха, которая пробует. Ведь если я попробовал с Васей мне не понравилось, попробовал с Петей мне не понравилось, попробовал с Василием Петровичем, то я шлюха. Итак, простите, а как девушка поймет, с каким человеком у нее получается балансированное, гармоничное развитие, но не попробуют. Поэтому убеждение о том, что пробовать это плохо, работы, сферы, меньше, людей, и это единственный путь, чтобы Вы поняли, в чем Ваши таланты и какие люди для Вас подходят. Если Вы будете пытаться прийти и наугад сразу, в 19 лет, блядь, найти своего жеребца, не удивляйтесь, что через 3 года Вы заболеете неврозом. потому что люди эволюционируют каждые 3-5 лет, идут скачки развития, не факт, что Вы будете вместе скакать, потому что люди меняются, меняются их ценности, меняются их смыслы, меняются все, вы должны просто пробовать. Не просто пробуйте, не надо бояться. Когда Вы нахрен помрете, Вы будете бояться только о том, о чем Вы не попробовали. Вот это первое, что Вы вспомните. Если у Вас будет время подумать до смерти, первое, что Вы вспомнили, я лежал в онкологической больнице, у меня удаляли правую плеомофную аденому правой заушенной железы, я лежал в челюстной лицевой хирургии клинике онкологического института имени Герцена. Я месяц там протусовался, я знаю, о чем думают умирающие раковые пациенты. Единственное, о чем говорят все пациенты, с утра до вечера. Это то, что они не сделали. Они сидят на окне и говорят, блин, я бы просто подошел бы и спросил у этой девушки, чем она живет, чем она интересуется. А я бы просто пошел бы на берегу реки посидел, я бы просто попробовал поработать там, я бы попробовал там, вы знаете, они всегда неинтересны, как было работать в метро, мне было интересно. То есть вы, когда понимаете, что конец близок, вы начинаете переживать о том и жалеть о том, что Вы не попробовали. там восьмидесятых была у меня подруга мы так и не попробовали, а там у меня тоже не получила, а там я тоже побоялась, а там я не сделала. Вы будете просто бояться то, о чем вы не попробовали. Единственный путь стать счастливым это сбалансировать финансы и по кайфу то, чем вы занимаетесь. Не сбежать на остров. Я просветлела, ты съебалась, а не просветлела. Нет никакого просветления. Есть просто жизненное удовольствие. Если вы найдете то, в чем вам, что у вас хорошо получается и сможете это монетизировать, вы будете счастливы. Но если вы будете бояться пробовать профессии, пробовать фирмы, я говорю, почему ты не можешь уволиться с этой фирмы, если ты поняла, что тебе там плохо. Но если я уволюсь, я же что, буду размениваться? У тебя есть предложение? Да, есть. У тебя сколько предложений? Три предложения. Почему ты не пойдешь? А вдруг не получится? А вдруг не получится? А вдруг не получится? А вдруг я пожалею? А вдруг я не смогу? Вот это все вдруг мешает вашему развитию. Оно мешает вам двигаться вперед. И ваш невроз – это кризис развития, а не какое-то ВСД. Если вы хотите обо всем об этом подробно, 5 недель, 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам, приходите на 11 сезон, вам будет очень-очень интересно. В принципе, наверное, я сделал тот урок, который бы хотел, чтобы вы задумались, чтобы вы и встряхнулись, и поняли физиологию, и получили мотивацию, и какой-то пинок такой. Я постарался, чтобы это было и научно обоснованно, и, соответственно, с мотивационной частью. Надеюсь, у меня это получилось. Спасибо вам большое, что вы присутствовали. Спасибо тем, кто смотрит в копии это занятие. Мы начинаем сезон 10 сентября. 12 сезон, кто смотрит в копии, уже не попал на 11 сезон. 12 сезон будет тоже до конца этого года. Следите за новостями. Спасибо вам большое. Все вопросы детальные, пожалуйста, на сезоне. Мы будем разбирать очень подробно про все. Сейчас охватить необъятное невозможно. Девчонки, отдельно вас хочу пригласить на женский интенсив. Он будет уже в сентябре. Сочетайте сезон с интенсивом. 11 сезон с женским интенсивом вам будет очень полезно. Спасибо. Я надеюсь, вам было приятно. Мне отдельно приятно, что у нас 2300 все-таки мы пересчитали. Не 2500, а 2300 регистраций именно на это мероприятие. Половина из которых новички. И я надеюсь, этих самых новичков увидеть у себя на 11 сезоне. Я уверен, вы не пожалеете. Спасибо вам большое еще раз. Ссылка на скидку, она доступна для тех, кто регистрировался на наше мероприятие. Соответственно, когда вы получите письмо, если вы даже не смотрели онлайн, все равно ссылка со скидкой будет действовать 1-2 дня. Поэтому, пожалуйста, не протормозите. наше мероприятие. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравилось. Ну что, как вам? Поставьте, пожалуйста, количество плюсов по отношению к тому, как вы себя сейчас чувствуете. Ну, неплохо. Вот я хочу, чтобы вы запомнили это состояние. Вы же не просто в этом состоянии сейчас находитесь. Вы находите состояние, потому что вы думаете по-другому. Запомните его, пожалуйста. Пусть это станет вашим якорем, пусть это станет вашим стимулом. И вспомните это состояние, когда вам станет страшно и тревожно. Вспомните это, что вы сами это делаете. Пересматривайте это занятие какое-то время, окей? Возвращайте себя в это состояние. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Возвращайте себя в это состояние. Не дайте себе уводиться в другое состояние. Верните себя в него и действуйте. Поняли? Ваши Алексей Карачиков, канал Невроза Мегаполиса. Спасибо, что были. Я старался для вас. Я думаю, что это было заметно. Супер. Спасибо вам большое. До встречи. До свидания. И, пожалуйста, напишите ваши комментарии в Инстаграме. Я сейчас напишу пост с благодарностью. Прокомментируйте, пожалуйста, этот пост. Он для меня тоже важен. Я хочу, чтобы люди видели обратную связь. Я сейчас напишу пост в Инстаграме с благодарностью вам за то, что вы пришли. Прокомментируйте, как вам семинар, как вам этот урок. Пользуйтесь. До встречи. Пока. Спасибо.